Ну все, я думаю, наверное, больше нам ничего не помешает. Вот, значит, пробуем, смотрим, работаем. Картинка пошла, все технические моменты, все, я думаю, на сегодня мы победили. Ребята, извините за такую вот накладочку после летних каникул, после кое-каких обновлений. Техноритов у меня немножко заотдыхали, завтра получит тот, кому положено получить за такие вот срывы начала. Ну ничего, еще раз прошу прощения за накладочку техническую. Так или иначе, начинаем работать. Представлюсь, меня зовут Кузнецов Дмитрий, академия юридической грамотности, президент академии, основатель всего этого. Я живой, настоящий человек, веселый, как кто-то уже, может быть, догадывается, да, по моим видео на ютюбе и так далее и тому подобное. Друзья, сейчас расскажу, как будет выглядеть наша сегодняшняя встреча. Это будет диалог, как и обещано было, но диалог, ну, скажем так, не совсем в привычном для вас формате. На протяжении всей нашей встречи, сегодня мы, я думаю, пару часов, может быть, немного больше потратим, завтра столько же и послезавтра. То есть это будет достаточно серьезный интенсив, вот, о котором вы узнаете очень много. Будете иметь возможность спрашивать в чате, я буду в живом эфире, как вот сейчас я есть, все это дело комментировать, отвечать на вопросы и так далее и тому подобное. Смотрите, у вас есть у всех чат, да, вы видите этот чат. Я буду вам иногда по ходу нашей встречи задавать свои вопросы, без которых, ну, мне скажем так, сложно будет проводить вот это наше мероприятие. Я должен вас чувствовать, я должен понимать, что вы не просто сидите там, пожевываете бутерброд, а действительно находитесь во внимании и вам это интересно. Иначе, ну, скажем так, вас бы здесь не было. Да, ребят, давайте сразу по чату. Чат – дело хорошее, и вот смотрите, как все устроено. Сейчас я обращаюсь к тем, кто нам мешает работать, то сейчас вот эту техническую накладку, благодаря кому мы допустили, я имею в виду наших недоброжелателей. Ну, я выясню, почему у нас вот так вот сбился эфир, почему у меня почему-то начало вебинара, технические все настройки слетели и так далее и тому подобное. Так, вот, предположим, что есть недоброжелатели у меня, как вы догадываетесь, и они сейчас в эфире есть. Друзья мои, недоброжелатели, ребята, которые пришли просто провести, как говорится, весело время, с точки зрения нечего делать, сразу говорю, что у нее чат идет с задержкой 40 секунд, минуту, то есть вы пишете, видите, все остальные видят чат через 40 секунд примерно. Я вижу чат сразу, мои помощники видят чат сразу, модераторы. Все нежелательные комментарии, флут всевозможные, оскорбления, писанина не по делу, тут же будет удаляться, первый раз просто удаляем, второй раз человек идет в черный список. То есть он идет заниматься своими делами и никогда больше не сможет попасть на наше ребенок. То есть, понимаете, да, что такое бан? Забаним мы человека и все. То есть, ребят, пожалуйста, с уважением к участникам этого мероприятия, ко мне, ну и к себе. Будут конкретные темы идти в процессе нашей встречи сегодня, пожалуйста, по темам задавайте вопрос. В любом случае, ребят, сразу забегая вперед, у нас вот три дня с вами, да, третий день по сути будет посвящен ответам на вопросы. А вот за сегодняшний и за завтрашний день я вам разверну многие темы, такие, которые вам действительно будут. На основании того, что вы услышите, третий день мы с вами будем общаться. И, конечно же, темы, вернее, в чате я допускаю, конечно, вопросы, но, ребят, еще раз, по теме, по делу очень часто бывает мне что помогают, я где-то что-то забываю, ну и веду, да. То есть у меня нет какого-то, какой-то бумажки, я, существуют сценарии выработанные, да, но бумажки нет. Я работаю, скажем так, интуитивно, с некой долей импровизации, но то, что вы сейчас услышите, поверьте, поможет вам в дальнейшей жизни. И давайте порепетируем, заодно я познакомлюсь с вами. Себе я сказал, зовут меня Кузнецов Дмитрий, повторю, теперь я хотел узнать географию наших посетителей. Да, вебинар будет, я еще раз повторяю, в презентации это было написано, что запись вебинара будет всем, кто зарегистрировался. Вот раз вы здесь, значит, вы зарегистрировались, в течение двух суток ребята подработают, там подредактируют, и запись мы разошлем обязательно. Но находиться в прямом эфире, конечно, гораздо интереснее. В записи у вас не будет возможности видеть чат, у вас не будет возможности задавать вопросы в записи, хотя, в общем-то, запись тоже, она нужна будет, вы ее получите, и, конечно же, я вам предлагаю ее сохранить где-то, что-то там, чтобы потом прослушивать и вспоминать какие-то моменты, которые, может быть, для вас является какой-то откровенностью, новостью, либо чем-то еще. Итак, хочу, да, правильно, ребят, кто сообразил, да, я приветствую Алтай, Екатеринбург приветствую, у меня там друзья есть, Перемьев, Екатеринбург, Питер, из Питера работаем, Самара, здравствуйте, Коми, Сосногорск, я вас приветствую, набережные Челны, когда-то город Брежнев, да, вот тоже все время. Так вот, я помню, у меня вот отец, да, когда переименовали, когда Брежнев помер, он говорил, такое красивое название, набережные Челны, взяли, переименовали, назвали Брежневым, да, вот, итак, я приветствую Москву, Краснодар, я приветствую, Екатеринбург, здравствуйте, друзья мои, у нас, сейчас мне написали в общем эфире, сейчас с нами более 500 человек, вот, вот так вот, То есть, людям интересно, людям надо знать много интересных моментов, я вам сегодня расскажу. Здравствуйте, Пенза, приветствую я вас, итак, ну, в общем-то, давайте еще пару моментов по общему эфиру. Если что-то вдруг у кого-то не работает, просто перезагрузите страницу. То есть, бывает так, что зависает, у кого-то интернет не справляется. Ребят, в этом случае просто перезагрузите страницу. И все, все будет хорошо. Бывают моменты, что и на стороне зрителей тоже какие-то сбои, поэтому просто перезагружайте страницу, и в чат действительно не надо строчить так много. Работаем. Давайте работать. И с чего хочется начать? С чего действительно хочется начать? Это обозначить, в общем-то, причины того, почему мы с вами здесь. Почему мы с вами собрались. Точнее, я-то понимаю, зачем я тут. Многие из вас, многие из вас, естественно, ну, скажем так, я просто видел, да, вы писали мне, я очень много отвечал ВКонтакте, когда мог. Когда-то мои помощники, я прошу прощения сразу, если не все получили ответы, поверьте, очень многие, очень многие писали мне, я физически не мог каждому ответить, с кем-то подвестием списались. Ребят, ну, я знаю, что все вопросы, практически все, что вы спрашивали, это, в общем-то, тема вебинара сегодняшнего, завтрашнего, послезавтрашнего. Простите. И, конечно же, боль серьезная у вас. Вы, действительно, каждый из вас воспринимает ситуацию очень остро. Вам каждому кажется, что ситуация действительно особенная у вас. Так и писали, у меня нечто особенное, Дмитрий, позвольте там опишу. И начинает человек описывать то, что, в принципе, каждый, ну, любой, то же самое описывает. Конечно, это все, ну, как минимум непонятно. Знаете, чем пользуются банкиры? Какими рычагами, да? Точнее, какими уловочками психологическими, да? Легче всего управлять испуганным, испуганной аудиторией, испуганным человеком. Так вот, благодаря вот вашему незнанию формируется устойчивый страх. И, естественно, когда человек в некой панике, он просто не понимает, что делать. Не понимает, что делать, как быть и как себя вести и чувствовать. Вот смотрите, сейчас для тех, кто любит писать в чат, я вам задам такой вот вопрос. Пожалуйста, в чате ответьте. Давайте так, градацию такую обозначим. Звонят коллекторы, ну, или службы взыскания, как угодно. Короче говоря, идет звонок по вашему долгу, который вам тяжело платить, либо вы не можете платить, либо изо всех сил платите, либо частями. И вот, хотелось бы по пятибальной шкале, где пятерка, это, ну, просто отчаянное состояние с точки зрения, не знаю, как и быть, не знаю, что сказать, какой ужас. И где единица, ну, то есть человек, у кого состояние близкое к отчаянному, ставит пятерочку. Я просто хочу посмотреть, что у нас за публика. А кто-то, кому это все, ну, доставляет удовольствие, звонки с коллекторами, единичка, да. И вот между единицей и пятеркой, вот, разградируйте свое состояние сами. Пожалуйста, поставьте в чате оценку своему состоянию, когда вам звонят по вашим долгам ваши вот эти вот взыскатели. Как вы себя чувствуете? По пятибальной шкале, пожалуйста. Вот. А я посмотрю, кто что-то у нас. Просто, ребят, не надо слова какие-то писать, это, поставьте циферку, кому вот не жалко, чтобы я понимал, что вы чувствуете, что с вами происходит, когда вы непосредственно вот получаете звонки от коллектора. Посмотрим. Не стесняйтесь, ничего страшного, в этом нет. Это, поверьте, это никаким образом не подчеркивает, никаким образом не подчеркивает какую-то вашу там глупость, что ли. Кто-то думает, ой, я там не такой, как все. Ребят, многие, большинство, большинство просто не говорят, стесняются. Я уверен, что половина двоек, троек, единичек, это, ну, скажем так, ну, кто-то лукавит. Есть, конечно? Нет. Ни в коем случае я не хочу конкретно говорить, что все обманывают. Вот. Понятное дело, кто ставит пятерки, четверки, эти люди максимально правдивы. Те, кто ставят единицы, я рад за вас от всей души. Дело в том, что к этому нужно прийти, нужно пройти какой-то жизненный этап, если вы изначально, ну, человек такой, скажем так, без комплексов. Это присуще больше молодым ребятам, да, поколения, там, 20-летних, 25-летних. Но вот люди постарше, там, кому за 40, особенно женщины, очень-очень остро на это реагируют. Вот. Ну, и понятное дело, здесь сейчас на вебинаре есть ребята, кто следит за моим творчеством на YouTube, на канале YouTube. Ну, тут уже воспитательный процесс, как говорится, прошел. Очень хорошо мне себя чувствует, многие из тех, кто действительно понял, что и как. Ну, и есть, конечно, кто не был на моем канале и просто по приглашению здесь оказался. Так вот, на самом деле все очень действительно плохо, если это так воспринимать. Насколько я знаю, как я всегда люблю говорить, мысль материальная, и что мы ждем, что мы вокруг себя позиционируем, какую ситуацию она возникает. И ни в коем случае неправильно думать, что если вот, а, я там забил на все и на всех, и мне пофиг, и ничего не произойдет, потому что они там, эти коллекторы, ничего не могут. Все, скажем так, не совсем правильно. Да, сразу успокоили всех, всех. Коллекторы действительно, ну, ноль без палочки. Ноль без палочки для человека, который понимает, на самом деле, хоть немножко, что происходит. Но, сами банкиры используют коллекторов, на самом деле, как отвлекающий маневр. Как отвлекающий маневр для того, чтобы в итоге реализовать свои хитрые замыслы. Ни один банк не действует строго по закону. Делают вид, что действует по закону. Но ни в коем случае эти действия, эти движения никак не взялось, ну, если аккуратно во всем разбираться, поверьте, мы этих договоров перечитали вагон и маленькую тележку. В каждом можно что-то найти. Что-то найти такое, с чего, к чему можно придраться, где можно очевидно увидеть, что здесь нарушены те, либо иные нормы права. Ущемление ваших прав, конституционных и так далее, и тому подобное. И многие считают, что вроде как деньги взял, надо отдавать. Сейчас я пробегусь по краткому плану, да, и мы с вами должны понять, что нам больше всего интересно. То есть вопросы были от вас, и мы сформировали некий такой, знаете, сценарий нашего интенсива. Я сейчас обозначу основные темы, а вы, пожалуйста, мне поставьте, ну, вот я буду говорить, какую цифру, если вам эта тема будет интересна, мы ее оставим в этом сценарии. А если неинтересно, то есть, значит, пропустим ее и будем говорить на более интересную тему. Итак, самое главное, самое большое количество вопросов поступило от людей по поводу коллекторов. Как устроена служба коллекторов, кто они такие, на что они имеют право, что они не могут. В общем, права и обязанности коллекторов, кто они такие. Кому эта тема интересна, поставьте, пожалуйста, цифру 5. Кому интересна тема коллекторов, поставьте цифру 5. Жду цифру 5, поставьте, пожалуйста, цифру 5. Кому интересна тема коллекторов. Посыпались пятерочки. Давайте, я вижу, их много должно быть. Есть, значит, это интересно. Цифру 5 поставим. Кому интересно. Не стесняйтесь, ребят, не стесняйтесь, пожалуйста. Цифру 5. Кому интересна тема коллекторов. Вот, а кто хочет 5. Окей, значит, тему коллекторов ни в коем случае упускать, пропускать не будем. Причем, также очень многие спрашивают, что можно вернуть в виде денег. То есть, если полноценно, если полноценно ситуацию, скажем так, заниматься ситуацией, то, естественно, можно банк поставить на место не только с точки зрения соблюдения закона, а оно еще и поиметь, так скажем, простым сленговым языком, поиметь с банка. То есть, забрать то, что они у вас украли. Вот, допустим, тема страховок, да, самая актуальная. Тема вот этих комиссий, переплаченных за выдачу кредита и так далее и тому подобное. Непонятные штрафы пени. Кому интересно, как вернуть страховку, допустим, да, ну, страховку и много-много еще другое. Кому интересно, это цифру 4, пожалуйста, поставьте. Кому интересно, как вернуть страховочку, которую с вас взял банк, допустим, страховка, страхование жизни и здоровья. Да, это отдельная, цифру 4, цифру 4 поставьте. Это отдельная, понимаете, статья, банк не имеет права, ну, так, быстренько пробегусь это делать, поэтому можно, в общем-то, заниматься этим вопросом, и я расскажу вам сегодня, как. Я вам буду говорить не просто, как это, что это можно, а я расскажу, как это сделать, почему это можно делать, то есть, действительно, это может быть для вас интересно. Итак, и, конечно, очень многие, очень многие, это длинная доля тех, кто записался и пришел на наш сегодня вебинар, спрашивают, как, что делают юристы вообще, потому что не секрет, что юристов очень много, и они занимаются, ну, грубо скажем, всем на свете, и многие уже попадали в неприятные ситуации, когда отдавали юристам деньги, не понимая, за что и как. Итак, я не буду рассказывать, кто как работает, я предлагаю вам послушать, как устроена работа нашей компании, что мы делаем. То есть, я вам разложу по полочкам, дорогие мои. Итак, кому интересно, что мы делаем для своих клиентов, к какому результату приводим, конечно же, сколько это стоит, да, я надеюсь, у нас тут нет людей из сказок, да, то есть, людей, которые думают, что можно где-то что-то, то есть. Итак, я готов вам сегодня рассказать, как устроена работа, как устроена работа нашей компании, как работают кредитные юристы. Кому это интересно, цифру 3, пожалуйста, поставьте в чате. Потратим мы на это время на нашем интенсиве или не будем на это тратить время? Цифра 3 меня интересует. Пожалуйста, в чате цифру 3, пожалуйста, поставьте это, кого интересует, как устроена работа нашей компании. Ответ на нашей, мы кредитные юристы, никакие мы не антиколлекторы, не адвокаты, а именно кредитные юристы. Что и как. Мы это все вам расскажем. Я точнее расскажу от лица моих коллег и так далее. Вот. Ну, что еще хотелось бы вам рассказать. Ну, многие слышали, да, многие слышали и спрашивали у нас в чате о сотрудничестве. Как с нами вместе зарабатывать? Как зарабатывать? Что для этого нужно? Нужно ли проходить обучение? Да, я скажу, ребята, нужно. Это не просто так. Я забегу вперед. Мы проводили уже 3 эксперимента. О, точнее, да. Ну, можно сказать, 3 эксперимента. То есть, как зарабатывать? Мы, значит, проводили в том году мастер-классы. Бесплатные. Бесплатно учили людей с нами работать, сотрудничать. Выпускали, как говорится, навольные хлеба. Да, давайте, вот они, вот деньги лежат, зарабатывайте. И там единицы, единицы, дорогие мои, что-то начали делать. Мы решили эту практику поменять в том году и начали проводить платные семинары. То есть, в таком же формате, как сейчас сегодняшний вебинар, но платное обучение. И вот о волшебство. С платных потоков порядка 30% влились и стали зарабатывать хорошие деньги. Ну, так скажу в двух словах, от 80 тысяч в месяц можно с нами зарабатывать. Итак, кому интересно, как мы презентуем. То есть, я сегодня имею честь вам презентовать наш уже восьмой поток мастер-класса нашего, на котором я вам расскажу уже отдельно, как зарабатывать, научим вас много. Ну, то есть, это целый процесс обучающий. То есть, возможности сотрудничества. Кому интересно, цифра 2. Кто намерен узнать, как можно не только не платить кредит законно, а еще и раз и навсегда избавиться от, скажем так, мысли, где бы взять деньги. Да, вот я тут двоечек вижу даже больше, чем пятера, когда про коллектор встали. Ну, и, наверное, нет смысла спрашивать вас о том, что нужен ли нам вот такой формат вопрос-ответ. То есть, вопрос-ответ – это цифра 1. Будем мы тратить на это время или нет? То есть, когда у нас придет время вопрос-ответ, вот этот блок мы сохраняем с вами в сценарии. Да или нет? Цифра 1. То есть, наверняка, наверняка это все будет важно и интересно. Ребят, я сразу говорю, вот пишут там у Бурятии, у кого-то там на Дальнем Востоке глаза слепаются. Я ничего поделать не могу. Я физически не могу проводить вебинары в 7 утра. Или основная масса, вот, она находится в 19.00 по московскому времени. Еще раз говорю, будет запись, если кто-то не в силах. Ну, что поделаешь, будет. Итак, я знаю, друзья мои, вот, Алик пишет, мне интересно 5-4-3-2-1. Это всем интересно. Я провел этот опрос, а вдруг, а вдруг не будет там какой-то цифры. Ну, и как всегда, я убедился, что все это очень интересно. Я даже сегодня вам попробую, ну, знаете, как поступим? Все вот, вместе с записью, будет даже, ну, те, кто на Ютубе, они знают, как с коллекторами общаться, да? Кто на Ютубе на моем канале был. И все из вас, кто еще не был в Ютубе у меня, они, вы, естественно, сможете там оказаться. И я вам рекомендую категорически послушать, как можно разговаривать с коллекторами. Как нужно разговаривать с коллекторами. Но, давайте не будем слишком забегать вперед. Не будем слишком забегать вперед, а вот о чем поговорим. Кто такие коллекторы? Кто такие коллекторы? Ну, на самом деле, это обычное какое-то общество с ограниченной ответственностью. И все вы это знаете. Кстати говоря, на сегодняшнем вебинаре будет очень много таких откровений, где я буду говорить вот эту фразу. Все вы это знаете. Очень часто так бывает, что вы узнали, но почему-то забыли. Либо на фоне всех своих проблем не можете обратить на вот эти моменты своего драгоценного внимания. Сегодня я вас разверну в эту сторону и покажу все-таки на самом деле, что и как выглядит в реальности. Так вот, общество с ограниченной ответственностью. Как правило, это коллекторы. Когда они вам звонят, они представляются какими-то, ну, очень такими серьезными словами, фразами. Солидно там голос звучит, страшно. Ну, многим кажется он страшным. Кому-то вообще там младшки по спине, сразу человек теряется и начинает нести околесицу и так далее. А потом после разговора садитесь и, блин, да что же я не мог кому сказать. И начинают мысли потом идти. Да, вот Андрей пишет, департамент, отдел досудебного взыскания. Чем больше страшных слов, тем эффективнее. Главное, очень часто бывает так, что люди после разговора садятся, себя в руки берут и думают, надо было вот так сказать. А надо было вот так сказать. Ой, что же я там наговорил. Начинают звонить что-то там, понимаете, разговаривать, переговоры эти пытаются возобновить. Следующий звонок, вы там начинаете говорить. Да вот, мне вчера звонили, мы же уже это обсудили. И вдруг оказывается, что тот, кто теперь вам звонит, ему надо вновь это все рассказывать. И вам кажется, что это дурость какая-то с их стороны. А я вам скажу, это не дурость, это четко продуманный план действий. Вести человека в заблуждение, в смуту, чтобы вы взяли последнее в своем клювике и понесли, забрали у детей, у своих родственников заняли, залезли еще в более глубокую трясину или в какую-то реструктуризацию. Да, вы знаете, реструктуризацию мы вам сделаем, но внесите обеспечительный платеж. Кому так говорили? Поставьте там, напишите, да, цифру, давайте цифру 5. Кому говорили? Сделайте реструктуризацию, но прежде внесите обеспечительный платеж, либо подтвердите свою платежеспособность. МФО, ребят, сразу забегая вперед, с МФО еще проще, чем с банками. Но это отдельно будем разговаривать. Да, внесите обеспечительный платеж, подтвердите свою платежеспособность. Типа того, что банк идет вам навстречу, если вы платежеспособны, то мы предлагаем вам заплатить 20 тысяч рублей. А если вы этого не сделаете, значит вы не платежеспособны, тогда отдавайте всю сумму сразу, 600 тысяч. Конечно, вот сейчас вроде как мы разговариваем с вами на таких дружеских тонах, да, и кажется, ну действительно смешно, весело звучит. Но когда приходится общаться с этими ухаями по телефону, как бы мозг выключается, и кажется, что он там чуть ли не истину говорит, там хочется верить каждому ему слову. А задумывались ли вы, друзья мои, кто на самом деле там, на той стороне телефона? Как вы думаете, кто на той стороне телефона? А я по-другому вопрос задам. Как вы думаете, сколько вот этот звонарь зарабатывает в месяц? Вот напишите в чате, я точные цифры знаю. По России я знаю точную цифру. Сколько платят человеку, на ваш взгляд, который на той стороне проводит? Просто интересно мне, что вы думаете? А я посмотрю, 23 тысячи, 25-40. Проценты какие-то. Ну да, проценты, понятно, что проценты, ну вот на круг, по-вашему. Сколько получают вот эти вот, как вы говорите, ПТУшники там, неудачники, да? 50 процентов, ну загнули вы, никаких 50 процентов они не получают. Ребят, и здесь все верно. Не буду я даже и говорить, потому что я полностью соглашусь. Колл-центры, которые работают из Украины, из братских наших республик, где умеют более или менее без акцента общаться, там еще дешевле. Здесь русские колл-центры, да, они по взысканию, у них где-то идет там процент общей сложности, где-то, ну с каждого проплаченной денежки, да, человек, если он убедил, в кавычках убедил, а он на самом деле запугал, он получает некий процент. И, конечно, выходит на круг, ну, в хороший день, простите, в хороший месяц, ну, максимум 1035, иногда 50, это там вот каких-то бригадиров и так далее. И теперь продолжение разговора. Вы их воспринимаете же как, ну, скажем так, эталон, ну, сейчас я обращаюсь к тем, кто действительно в таком состоянии, ну, в испуганном, к тем обращаются, кому страшно. Вы их воспринимаете, ну, скажем, на стяжесть их сердца. И то, что они вам говорят, озвучивают какие-то статьи, нормы закона, вы принимаете за чистую монету и соглашаетесь, тем самым испугались и делаете то, что они вам сказали. Теперь внимание. Одно из доказательств, одно из доказательств того, что этому верить нельзя, этого бояться нельзя. Как вы думаете, какой-нибудь юрист, даже с невысокой квалификацией, согласился бы работать звонарем вот за такие деньги? Звонарем, вот этой попрошайкой телефона, юрист, человек грамотный. Как вы думаете, есть среди них юристы? А, кстати, я, да, забыл, никакой межнациональной, значит, раски, вот здесь вот комментарии на тему национальности, украинской и так далее, я не допущу и сразу предупреждаю. А кто будет сейчас позволять себе нецензурные, не дай бог, выражения, либо лицеприятные выражения в сторону национального контекста, я буду банить. У меня мои модераторы это знают очень хорошо, ребят, лично я скажу так, может кому-то это не понравится, ни в какой степени я не националист, я когда служил в армии, у меня полбатальона было украинцев, классные люди. Везде есть говнюки, везде, и в России, и на Украине, и где в этом не было. Поэтому здесь совершенно я не допускаю. Итак, да, вот сейчас отвлеклись по необходимости, что проскочил такой вот комментарий, и больше, надеюсь, их не будет, таких нехороших комментариев. А вот, вот я говорю еще раз, повторяю, Михаил Пухвичев, я сейчас этот комментарий удаляю. В следующий раз, если от вас что-то подобное проскочет, я вас уберу из нашей трансляции, и вы больше никогда не попадете. Еще раз, вы поняли, все меня поняли, да, никаких нехороших слов про Украину и вообще про что-либо, связанное с национальностями, не допускается сегодня на вебинаре. Вообще, давайте разговаривать по делу. Итак, конечно, нет, конечно, никто не пойдет из нормальных юристов и даже из студентов работать на такую работу. Поверьте, вот мы когда формируем, там, пополняем штат, к нам приходят юристы, опытные, но они, ой, простите, не опытные, но студенты. Но когда им задаешь такой вопрос, да, делаем там хитрый такой опрос, чтобы раскусить, работали ли они в коллекторских структурах, у нас табу на эту публику, на бывших коллекторах, хоть ты там будешь с медалями золотыми, с десяти институтов юридическими, мы не возьмем к себе коллектора ни под каким предлогом, вот, никогда. И ни один, ни один еще не попался ни на какие уловки, не идут, потому что понимают, что это мерзкая работа и действительно, ну, это, ну, как бы, люди ущербные там работают. Но, а теперь внимание, на телефонах да, а вот руководство, та публика, которая создает, формирует эти вот коллекторские конторы, это совершенно другая градация. Я отлично знаю этих ребят, это бывшие офицеры высокого ранга, это те же самые юристы, банковские сотрудники, которые организовывают коллекторские фирмы и, что называется, бросают под пули вот эту вот невменяемую, где-то молодежь, где-то неудачников вот этих вот, объясняя им со всей реяностью, что они ничем, вообще ничем не рискуют, проводя вот такие вот переговоры, проводя вот такие переговоры с людьми, с простыми, да. Почему-то по телевизору все вы видели, да, уже сейчас очень часто СМИ проскакивают приговоры, реальные сроки. Я вам могу рассказать историю как-нибудь попозже, как мой студент с мастер-класса прям реально увезли там двоих архаровцев и девочку с ними. Как это у них называется, группа выезда или что там они называют, красиво и страшно, да. Вот уехали в кресты, в СИЗО, ребятки, реальный срок светит за вымогательство 163. Дело в том, что у них, за ними нет, так, ни звука, ни видео пишут мне. Если звук видео, пожалуйста, видно меня, слышно, вот кто-то написал, нет ни звука, ни видео. Я просто должен убедиться, все ли нормально. Плюсики поставьте, видно, слышно, все, работаем. Значит, у человека на вашей стороне что-то там не в порядке, перезагружайтесь там, если у кого-то что-то не работает, просто перезагрузите страницу. Вот. Ребят, помогите мне тот, кому не трудно, напишите в чате, у кого что-то не работает, просто перезагрузите страницу. Прям такую фразу напишите в чате, киньте в чат, пожалуйста, кому не лень. Я буду продолжать, чтобы не отвлекаться на эту тему. Итак, вот эта публика, она работает строго по методичкам. У них методички, они действуют по сценарию. Те из вас, кто пробовал с ними вступать в диалог, не касающийся выплаты долга, то есть не блеять, не оправдываться, а возражать, сразу понимали, скрипт сбивается, скрипт, сценарий разговора сбивается, они пытаются тон повышать, поставить якобы вас на место и так далее и тому подобное. То есть и потом коронная фраза разговор неконструктивный, готовьтесь к конструктивному диалогу и так далее и тому подобное. И они там бросают трубку, либо уходят со связи и так далее. Недавно мы инсайдерские исследования провели, и есть основания подозревать, что если вы первый кладете трубку, вы кому звонят, в этом случае они зарабатывают какой-то процент. Если вы не кладете трубку, а они сами кладут трубку, то они зарабатывают. Поэтому, в общем-то, здесь тоже можно и этим вот моментом воспользоваться. Но почему? Я же не говорю просто делайте так и будет вам счастье. Я вам буду продолжать рассказывать, как эти коллекторы устроены и почему они так себя ведут. Дело в том, что любой из вас может стать коллектором. Ну, я сейчас без обид просто говорю чисто технически. То есть для этого нужно организовать ООО, образно прийти в какой-нибудь там банк, записаться на прием к начальнику службы безопасности и сказать, мы хотим работать по взысканию долгов. Что происходит в этом случае? Вам дается определенный сайтик, доступ к нему и вы можете попасть в так называемую биржу должников. При определенных умениях, при определенных навыках обращения с компьютером, любой из вас может найти эти сайты должников. Что там? Как они формируются, эти сайты? Предположим, вы стали задерживать, не платите, что-то у вас там тяжело и плохо, не клеится никак и не можете вы, ну, этот финансовый момент решать. То вы заплатили, то вы не заплатили. В итоге банк, он штат не растягивает, там пару звонков из отдела судебного урегулирования вам поступило, и если вы там вообще заглохли, то ваша кандидатура просто выкладывается на так называемые биржи должников. Делается это самими банкирами. Более того, эти сайты сформированы самими банкирами. Доказать это невозможно. Всем понятно, что это незаконно, выкладывать личные данные человека в общий доступ, пускай даже и по факту регистрации. Я прошу вас, ребят, ну не надо в чате строчить не по теме. Вы же пропустите, очень интересно. Вот сидите в чате, пишите, зачем, непонятно. Вот вообще вижу, не в тему какая-то ерунда. А потом будут вопросы, на которые я отвечал, а мне придется на это время тратить. Тоже неправильно. Итак, пожалуйста, послушайте. Послушайте, и наверняка вы проникнетесь вот этими идеями, и вам будет намного интереснее дальше жить. Я уже даже не говорю, что легче намного. А интереснее. Потому что добавится определенный кураж в жизни, интереснее станет, когда вы поймете, что вы наконец свободны от долгов. Так вот, вы попадаете, ваша кандидатура попадает, скажем так, Ваша кандидатура попадает в список должников. И любой, любой человек, в принципе, может вами заниматься. И как происходит, как у нас выстроена работа коллекторов? Вот существует какая-то коллекторская контора, которая имеет доступ к этим сайтам. И они, естественно, не хотят тратить свои временные ресурсы, штатные ресурсы на непонятных людей. Естественно, время на заключение договоров. То есть можно выбрать для себя жертву сначала методом, скажем так, проб и ошибок. Ну, естественно, первое, что они делают, открывают сайт, выбирают какого-то там по особым критериям человека, у которого какая-то сумма для них хорошая. Ну, они же тоже работают с разными суммами, с разными цифрами, с разными регионами. У них есть статистические данные, какие лучше возвращаются, какие труднее возвращаются. Ну, деньги, суммы, да. В каких вот рамках там стоят люди. А вот, выбирают какого-то человека, да, ну, предположим, женщина, там, дальше сорока, там, и так далее, и тому подобное. И вот, и начинают прощупывать. То есть просто вот есть телефон, начинают прощупывать. Им нужно начать понимать, можно ли с этого человека что-то получить, чтобы вот на него сжать как следует. И какой они хотят услышать, скажем так, от вас ответ. Существует вот всего лишь немного тех сценариев, которые для них желанны. Ну, первый, вот это понятно, это испуг. Это человек начинает оправдываться, нести околесицу, обещать что-то заплатить, спрашивать советы, как лучше сделать, просить, умолять о помощи, говорить там, давайте вот так подождем, я там что-то, что-то сделаю. Там сразу напротив этого человека, ну, я сейчас образно, не выражениями буду манипулировать, ставится некий такой галочка, что все, наш клиент, жертва. Добивается, делается еще пара тройку контрольных звоночков. И если человек вдруг понес хоть какую-то копеечку, все. Это, ну, то есть, там, допустим, говорит человек, я заплачу там, ну, вы заметили, они четко, конкретно говорят, с какого числа вы заплатите, для чего, казалось бы. Ну, заплачу, сказать, на неделе, да? Нет, с какого числа, во сколько вы пойдете в банк, казалось бы, да? Методы вот эти бандитские, раньше там бандиты так себе вели, скажи конкретно когда, но они делали для того, чтобы потом человеку, как говорят, предъявить. А здесь нет, все намного проще. Он услышал, заплачу в среду 20 сентября, ну, или там, какого-то там, конкретно, вот после обеда. Он у себя галочку ставит, для чего? Помечает, что нужно позвонить человеку в среду в конце дня и уточнить, заплатил он или не заплатил. И они еще уточняющие вопросы пробивают, там, в каком отделении вы заплатили трын-ты-ды-дын, казалось бы, как будто они там все такие с банками. Нет, вот эти уточняющие вопросы, они им дают косвенно понимание того, что человек действительно заплатил. Ну, у них есть там инструкции, как это распознать в человеке, сочиняет он или нет, там, контрольные вопросы и так далее, и тому подобное. Да, слышали, наверное? Запишите наш номер телефона, вот, и перезвоните нам тогда-то, тогда-то. Это вообще супер, когда человек сам им перезванивает и говорит, вот, мне сказали, перезвоните, тогда я только заплачу. Номер чека продиктуете. Им этот чек нафиг не нужен. Им нужно услышать, что вы вот что-то там читаете, диктуете. Все. Как только человек понес эту денежку, это все, это наш клиент, как говорится. Это жертва, готовая созревшая. Что вот после этого, они в банке заключают в отношении этого человека уже тот самый агентский договор, о котором мы много раз слышали. И что там происходит? А тут уже кухня такая, скажем так, более секретная. Ну, вот, нет ничего тайного, что не становилось бы явным. Я вам раскрываю здесь секрет, может быть, кто-то это знает. Как происходит дальше взаимодействие коллекторов и банкиров. Заключается тот самый агентский договор. У коллекторов, предположим, в этом банке или в каком-то другом банке открыть расчетный счет на юрлицо. И, естественно, на основании заключенного вот этого нового агентского договора в отношении какого-то конкретного человека существует чисто, ну, у банкиров очень много всяких видов программного обеспечения. И вот на этот случай тоже есть программулины, так называемые, когда, скажем, привязывается некая функция к вашему расчетному счету, на который вы кладете деньги в банк. Все вы слышали, да, коллекторы говорят, мы не говорим, нам заплатите. Идите в банк и заплатите на свой расчетный счет. И вы, естественно, человек некомпетентный, не понимающий, что и как происходит, что характерно, сами звонари не понимают, что происходит. Это знают какие-то нюансы, знают только руководство высшее этих контор. А происходит вот что. К вашему конкретному счету прикрепляется некая еще функция автоматическая. Никто там не сидит пальцем, не нажимает ни на какие кнопки и не караулит ваши эти 500 рублей или там 5000, когда придут. Там функция такая срабатывает. Как только на ваш счет поступает какая-то денежка, автоматически нажимается интер, да, кнопочка. И на счет коллектора по договору уходит некая сумма. А теперь у меня к вам, друзья, мои вопросы. Как вы думаете, какой процент от оплаченных вами денежек получает коллекторская фирма? Напишите просто процент. Какой вы думаете, процент получает коллектор? Не те, кто звонят, а вообще на счет коллекторов что приходит? Как вы думаете, вот когда 20 процентов, 10 процентов коллекторам приходит? 10, 80, 15. Ребята, ребята, ребята. Ну вот промелькнули. Промелькнуло. Вот я еще раз говорю, только лишь промельком пролетает настоящая цифра. Мельком. А вот эти вот 10 процентов, 5 процентов так далеки от истины. Итак, внимание. Все зависит, конечно, там от категории должника, но цифра такая. От 50, внимание, до 70 процентов от ваших приношений улетает коллектором. Вы понимаете? От 50 до 70 процентов любого вашего взноса моментально, в секунду улетает с вашего счета на счет коллектора. И теперь подумайте, вы взяли 1000 рублей, понесли якобы к себе на счет, и из них на счете на нашем осталось всего лишь 300 рублей. И это не на счете. Вы не забывайте, вы допустили просрочку. Вам сказали, чтобы вернуться в график, это обеспечительный платеж и так далее и тому подобное. На самом деле, все, вы уже в такой канаве глубокой, из которой никогда не выбраться. Ну, если, конечно, чудо не произойдет, клад, наследство, еще чего-то там не свалится к вам на голову. Понимаете? О, какая фигня. То есть, вот я уже хотел попросить, ребят, напишите в чате, кто как это воспринял. Кто это как воспринял, типа, нифига себе, ептить, там кто-то писал, вот, и так далее. Ну, давайте так, по степени удивленности, где пятерка, это очень сильно вы удивились. Ну, и где единица, вы не удивились. Поставьте мне, пожалуйста, в чате, я ваши эмоции хочу видеть. Ребят, 50-70 процентов, а оставшиеся уходят в банк. А почему это уходит в банк? Это отдельная история. И почему банк довольствуется вот этими, вроде как, микроцифрами, да? Об этом отдельно будем разговаривать, да? Как устроена банковская система? Банковская система устроена таким образом, что они раздают, по большому счету, виртуальные деньги. Я сейчас в двух словах быстренько забегу. То есть, я столько комментариев у себя на канале послушал умников в кавычках, типа, взял, нужно отдавать. Ха, нет ничего, нет, конечно, вот мне тоже говорят, пример переводят, ну хорошо, если ты вот у соседа взял, ты же ему не скажешь там, то есть все, закон, незакон, расписка неправильно составлена. Ребят, я без расписки соседу отдам, потому что сосед достал из кармана свои деньги и дал мне эти деньги. И я ему их отдам. И здесь ничего нет, скажем так, противоречивого к фразе взял, нужно отдать. Но если, когда мы работаем с банкирами, в банке, сейчас хочу такое, знаете, поправочку. Я сейчас не призываю хватать эти кредиты и не отдавать. Ни в коем случае. Но у нас в государстве нет долговой тюрьмы, уголовной ответственности за невозвращенные кредиты нет и быть не может. А почему, я спрошу вас? Да потому что государство на уровне законотворца понимает, что вот эти деньги, которые вам дают, они, скажем так, из воздуха. Внимание, знаете, сколько в виде кредитов выдано на конец 2015 года в нашей стране? Внимание. Кто знает ВВП? Напишите, кто ВВП знает на конец 2015 года внутренний валовый заход. Сколько денег в стране крутится? ВВП кто не понимает? Это аббревиатура не инициалы нашего президента. В общем, может кто-то знаком, сколько в 2015 году было в ВВП? Ну, видим, да? 10 триллионов, правильно, там в среднем варьируется учтенных вот этих денег. Нет, 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 никакие, нет, миллиарды это, нет, триллионы, там триллионы, ребят, триллионы, там около 10-12 триллионов. Это вот сколько денег в стране крутится. Ну, то есть что-то покупается, что-то продается, там какие-то услуги оплачиваются где-то в большой степени, где-то малое что-то на зарплаты уходит. А теперь внимание, на конец 2015 года в виде кредитов в нашей стране выдано 27 триллионов рублей. Официальные данные, данные Ростата, любой из вас проверить может. Я, кстати, оговорюсь, я оговорюсь, любая информация, которую я выдаю, проверяется легко. Google, Яндекс вам в помощь, можете проверить. Если я и ошибаюсь, можно какие-то копейки, потому что сайты тоже иногда неоднозначную информацию выкладывают. Дело в том, что дело даже не в триллионах и не в разнице выданных кредитов и внутривалого оборота в стране. А дело в том, что все эти деньги из воздуха, банкиры понимают заведомо, сразу, на старте. Из каждого миллиона, выданного в виде кредитов, какая-то часть однозначно не вернется. Не из-за того, что мы тут с вами такие засранцы и говняки не хотим отдавать, у Дмитрия подслушали, и нет. Все совсем по-другому. Они просто понимают, что этих денег нет в природе. Грубо скажу, чтобы их отдать, их нужно заработать по-настоящему. Вы даже их украсть не сможете, люди. Вы не сможете их украсть. У нас сейчас по статистике той же, по данным Росстата, проблемная задолженность более 53 миллионов, я сейчас не рублей и говорю, а человек. То есть, а проблемная задолженность присваивается человеку статус проблемного клиента, когда у него более двух просрочек по кредитам. Так вот, более 50 миллионов человек, ну это 80% трудоспособного населения страны, имеют проблемную задолженность. О как! Понимаете? Каково вам это? Дело в том, что их физически негде взять эти деньги. Негде физически взять эти деньги, чтобы рассчитаться. Еще и с процентами, понимаете, если хотя бы просто отдать. А тут еще же надо проценты заплатить. Но продолжают выдавать кредиты, продолжают людей затягивать вот эту долговую трясину. Мы на этом, конечно, позже остановимся. Те из вас, кто на самом деле хочет вообще глубоко вникнуть в эту ситуацию, начать разбираться полностью во всем этом. Это уже, конечно, на мастер-класс к нам приходите. Мы на этом время уделим. И сегодня я короткую презентацию мастер-класса буду проводить, чтобы для страждущих, как говорится, те, кто действительно не просто хочет выбраться из долговой трясины, еще и начать зарабатывать хорошие деньги вместе с нами. Я занимаюсь, кстати говоря, очень классным делом. Я ничего против маркетинга не имею, но это я сейчас вам не буду предлагать. Порошки продавать или какие-то добавки к пище. Всем известно, это островостребованный продукт, наша услуга. И само собой, скажу я так, очередь из клиентов. Другое дело, что наша клиентура, наши клиенты, наши уважаемые абоненты, они очень тяжелая категория людей. Не в смысле трудная или какая-то там бестолковая. Нет, просто люди закошмаренные, ребят, закошмаренные и испуганные. И в нашей стране действительно зомбированная большая часть населения вот этим зомбоящиком нашим, как только телевизор не называют, икона дьявола и все остальное. Поэтому людям тяжело разобраться в ситуации. И вот те из нас, кто помимо того, что, ну может, кто-то, конечно, просто под юридическую защиту захочет встать, и сегодня вам будет дана возможность с этим совсем разобраться. Я в двух словах расскажу, как это все. Сегодня я расскажу, как устроена работа нашей компании. Подробно это сегодня в планах у нас. И про цены вам расскажу. А те, кто из вас, кто пожелает, ну скажем так, еще и, в общем-то, не просто отдать свои дела юристам, а еще и сам разобраться, ну тем прямая дорога на наш мастер-класс. И я тоже объясню, подскажу, что на как, что можно сделать, что можно получить. А вот видите, и когда вот я сейчас говорю, ну немножко отвлекся, про банки. Почему банк отдает, отдает, отдает вот эти вот кредиты и все остальное. Тут все просто. Приходим к тому, как вот устроена банковская система. Я вот сейчас вас, ну что ли, попытаюсь обескуражить вот такой вот цепочкой логической. Представим себе, да, вот банк. Центробанк, всем известная структура, да, афилированная государством некоммерческая. То есть, вот Центробанк России, да, в любой стране есть Центробанк. Задача Центробанка, ну, собственно, регулировать движение денежных средств в отдельном, конкретном государстве. И у Центробанка есть так называемые арктерии. Это вот, ну что ли, ну как, источник откуда, не источник точнее, а, ну, если аналогии с организмом, переваривают, проводить, то Центробанк это сердце, да, и вот органы, которые переваривают это в казначейство, да. И с казначейства деньги поступают в Центробанк, да, то есть в общак вот в этот наш государственный. А как устроено взаимодействие Коммерческого банка и Центробанка? То есть, все мы понимаем, что Коммерческий банк это, ну, та самая коммерческая структура. Сразу забегая вперед, вот на вопросы, есть ли у нас государственные банки. У нас все банки это коммерческие структуры, у нас многие есть государственная поддержка, да, ну, грубо скажем. Можно сказать, что владельцы это государство, но, по сути, это коммерческие структуры, и все там рассчитано на договорные отношения. И кто-кто, а уж банкиры, верхушка, среднее звено, ну, высшее среднее звено, понимают, как устроена банковская система. И вот смотрите, есть банк. Вот отношение банка просто, ну, возьмем, давайте, русский стандарт. Там, насущный всем известный русский стандарт. Хороший пример, да, и Центробанк. Лицензию может получить тот субъект, тот предприниматель, колецо, у кого есть определенный штабной капитал. Сейчас, по-моему, там, миллиарды приближаются, нужно, чтобы стать банкиром, нужно иметь, по-моему, миллиарды. В этой связи, ну, и, помимо этого, еще нужно соблюсти кое-какие там нормы законодательства, условия, и вы получаете лицензию Центробанка на ведение банковской бизнеса, банковской деятельности. Что это вам дает? Почему это так, вот, скажем так, интересно и заманчиво? А действительно, в этот момент вы можете формировать свой кредитный портфель совершенно официально и обращаться в Центробанк на основании того, что банк вам делегировал, возможно, Центробанк, точнее. Вы можете к нему прийти и сказать, я хочу получить на ведение своей деятельности, в общем-то, деньги. Что есть деньги в формате понимания банкира? Это не то, что мы с вами привыкли думать. Это расходный материал, это товар. Вот всем известно, да, открывается магазин, туда завозят там пиво, кока-колу под реализацию. Совершенно спокойно, сколько надо. Вот ты и продашь самосвал, на тебе второй самосвал, вот так вот. Так и здесь, только здесь все намного проще. Здесь нет товара, здесь есть деньги, они сами выступают товаром. Вот и все. И, естественно, где его брать, если его нету? Вот реально нету у нас золотовалютного резерва, да, подтверждающего каждый рубль. И мы их штампуем, вот виртуально там. А сейчас еще есть возможность это все выдавать в виде пластиковых карт, там не нужны прям живые купюры, там рисовать ничего не надо, не нужно печатный станок включать, просто говорить человеку, что у него что-то есть. Давай ему вот эту волшебную карточку и давай ему возможность, проведя этой волшебной карточкой, где-то в терминале получить желанное. Вот и все. Вроде денег не видел, что-то в руки получил, а что, за счет чего, думаешь, что за деньги купил, нифига не за деньги. Так вот, Центробанк дает коммерческой структуре запрошенные деньги, ну там в определенных лимитах каких-то там, ну все зависит от той самой установки капитала, который существует на данный момент у коммерческого банка. Вот, и конечно же, и конечно же, наверное, что? Центробанк понимает, что вот, да, ну давайте простыми цифрами, не знаю, 100 миллионов рублей коммерческому банку, коммерческий банк сейчас раздаст это в виде все, в виде кредита. И естественно, какая-то часть из этих денег не вернется. Ну я напомню, там и денег-то нет, это просто какая-то вот, ну, не совсем понятная для простого человека ситуация, и все. Эти деньги не, какая-то часть не вернется. Они заведомо знают это. Что нужно коммерческому банку, чтобы с него не трясли, выражаясь простым языком, вот эту вот недостающую часть? Он должен провести все обусловленные законом мероприятия на предмет взыскания вот этой недостачи. Передявить Центробанк документы, подтверждающие, что он провел все, все мероприятия, которые в этом случае нужно было провести, под дозволенные законом. И все. Кредит признается безнадежным. Ну вот конкретно в виде одного человека. Вот ему нужно собрать пакет документов, образно говоря, по всем своим клиентам, которые доказывают, что этот кредит безнадежен. Вот и все. И Центробанк спокойно говорит, окей, дорогой друг, ну вот все здесь нормально, здесь ты вернул, за эту часть ты отсчитался перед нами, все, пожалуйста, вот тебе новая партия денег. То есть ты работаешь в теме. Ничего для них нет предосудительного, то, что какую-то часть не возвращают. То есть там нет каких-то там понурых лиц, стыдливых, вот взял и не смог вернуть и все такое. Но это не касается, это относится к отношениям Центробанка и Коммерческого банка. Но ни в коем случае это не относится к отношениям Коммерческий банк, простой клиент. Не, ребят, вы что, здесь все по-другому. Здесь они тоже действуют по закону. Точнее, вы думаете, что они действуют по закону. Но они действуют с точки зрения заголовков. Понимая, что вы не полезете в дебри, не начнете вникать в закон о банках и банковской деятельности, не будете думываться, что с вами происходит, вы будете бояться, а боитесь вы, потому что не знаете. Незнание формирует устойчивый страх. И благодаря этому вы понесете, вклювите, как говорится, последнее свое, потому что вам будет а. стыдно, б. страшно и последний третий пункт, простая человеческая алчность. Вам не хочется быть в статусе неблагонадежного клиента. Как многие пишут, я им исполнял там бак-бак-бак-бак, свои обязательства, я был там чуть ли не клиентом. Ребята, хотите страшную тайну? Лично разговаривал с одним человеком, в хорошем кожаном кресле сидит в Сбере, в региональном, в небольшом городе, но в этом городе главный в Сбере. Понимает, да, все это. Так вот, вы становитесь вип-клиентом для банка, когда допускать начинаете просрочки. Если вы сейчас задумаетесь, что происходит вокруг вас, когда вы вовремя платите, вы поймете, что вас затаскивают в статус настоящего вип-клиента, в статус человека по горло в долгах. А как это происходит? Вспоминайте. Вы, ну, те, у кого свежок памяти, как вы платили своевременно, добросовестно, гордились этим. Вам говорили, какой вы крутой, говорили красивым голосом и все такое. Это все антураж. На самом деле, это все четкая, точная стратегия, чтобы вы взяли еще. Вот на карте у вас было 50 тысяч, вы хорошо платите, в один прекрасный момент проверяйте баланс, там 150. Вау, бинго! Вы радуетесь. Какой хороший банк. Банк, звоните, что это? А вы такой классный клиент, мы вам увеличили кредитный лимит. Без всякого спроса. И вы думаете, о, как плата. Теперь, ну, это вот какой хороший банк. Я теперь буду пользоваться этими деньгами, вот они такие щедрые и тому подобное. Окей, вы платите, тут раз и звонок с банка. Придите, получите кредит. Еще просто наличными. Вы видит клиент суперпроценты и так далее и тому подобное. Что происходит? Это затягивание в долговую трясину. В итоге вы становитесь настоящим вид клиентом, когда вот это все срабатывает. Никит, это не только ваша тема. Это тема 95% слушателей нашего вебинара и вообще моих клиентов. Люди получали какой-то постоянный доход, вели бизнес, где-то там все было хорошо, на работе, может быть, у кого-то все было стабильно. Аппетиты растут, алчность человеческая, ее никто не отменял. А я не вижу в этом ничего плохого. Мы рождены вот этими слабыми духом людьми. Мы же не монахи, да. И нам хочется всего вокруг где-то кадеть, и близких там содержать, и самому выглядеть хорошо. И вот это вот срабатывает. А теперь я вам скажу, ребят, вы веб-клиентами, вернее, еще раз повторю, вы веб-клиентом для них становитесь, когда начинаются просрочки. Потому что до этого у них нет повода вас грабить. Если вы платите все в срок, то они вынуждены закрывать этот кредит. Своевременно. Но когда началась чехарда с вашей стороны, они понимают, что разобраться во всем этом очень сложно вам, и изыскать что-нибудь, для того, чтобы поспорить с их вот этими выкладками. Вы не станете. Ваша задача просто выглядеть как следует, вернуть свой статус крутого клиента. Вы будете делать все из-за всех сил, чтобы опять войти в график и так далее и тому подобное. Раз получится, два получится. Потом все равно собьетесь. Но вот эти вот, чего стоит вот это вот получится. И вы уже не считаете, да почему мне для входа в график нужно такую бешеную сумму занести? А фиг с ним, сам виноват. Да не виноваты вы. Не виноваты. Ни в коем случае. Это все искусственно создано. Никто ни в чем не виноват. Если вам хочется, чтобы ваш ребенок выглядел хорошо, вы имеете на это право. Если вам нужны дорогие лекарства, вы имеете на это право. Вы имеете право хотеть ездить на красивой машине. Вам государство не дало возможность заработать честно на этой машине. Напишите, пожалуйста, в чате цифру 10. Те из вас, кто с удовольствием были, не пользовался кредитом, а жил бы посредством, если бы ему позволяла его работать. Ну, предположим, заработок эквивалентом, не знаю, 5000 долларов. Брали бы вы кредиты? Смогли ли бы вы накопить на желанное что-нибудь? То есть, 10 минут с вами договорились, что нет, не брал бы, да? Не брал бы. Правильно? Потому что, если бы была возможность достойно зарабатывать, многие из нас не дураки далеко. Умные люди. Русских вообще считают одной из самых продвинутой наций против после китайцев. Но если в процентном соотношении по численности, как говорится, по головам считают, то мы вообще одни из самых толковых способов на нашей земле, на нашей планете. Потому что вам не дают возможности купить эту машину за свои деньги, а машины этих полным-полно, эти автовозы везут, квартиры этих строятся, посмотрите, сколько. Вон, вокруг Питера уже второе кольцо замыкается, скоро замыкнется. Смотришь и думаешь, блин, строят, и через месяц смотришь, там уже свет горит в окнах, люди живут, покупают, едут с периферии откуда-то, люди в Питер переезжают. Я сам во Владивостоке прожил 40 лет, переехали в Санкт-Петербург, нисколько не жалею. Вот. Там вообще не понимаю, как люди живут. У меня там роду своей деятельности я как бы больше коммерцией занимался всю свою жизнь, и поэтому сводил концы с концами. Бывало и так, что и был в тяжелой ситуации благодаря кредитам. Также брал эти кредиты, хоть и юристной таможней занимался, потом я уже переформировал свое направление, что таможня загнулась. Я тоже был вынужден в такси работать. Продал свой джип, купил легковую машину, потому что у меня ипотека была, мне нужно было платить ипотеку, и я считал себя виноватым, так же, как и вы. Пока не разобрался. Сел и не разобрался. Ну, наверное, по гроб жизни буду благодарен тем ребятам, кто мне, ну, повернул, тоже мои коллеги, посмотри, сюда, сказали. Конечно, мне легче, я юрист, я понимаю, что если есть закон, он работает. Простому обывателю тяжело с этим разобраться. Вот, скажем так, есть закон, он работает. А почему же тогда они спрашивают, они вот звонят, они пишут, а почему они то-то делают, это нам рассказывают? Да потому что, сейчас, ребята, внимание, ключевая фраза, фундаментальная, вообще ее нужно было в начале вебинара озвучить. Принцип права в нашей стране носит заявительный характер. Кто не понял, я сейчас озвучил очень важную фразу, очень важную мысль. Внимание, повторю еще. Принцип права в нашей стране носит заявительный характер. Что это означает? Мы живем с вами в правовом государстве. Да, не удивляйтесь. В нашем государстве можно реализовать свои права, но о них нужно заявлять. То есть, если против вас ведется какая-то незаконная деятельность, если что-то вам в этой жизни не нравится, как себя ведут чиновники, как что-то в вашем отношении происходит, то, что вам бы не хотелось, чтобы так происходило. Ребята, нужно заявлять. Не просто там темпераментные люди, я сейчас пойду, им устрою, пришел и давай во всю Ивановскую кричать, либо блистать знаниями или еще что-то. Все гораздо может быть даже проще. Ну да, для меня, для кого-то сложнее. Кстати говоря, те, кто пойдут на мастер-класс, научатся правильно заявлять. Те, кто пойдут под юридическую защиту, доверят нам вот это дело. Нужно правильно писать, нужно правильно излагать свои мысли, именно не с точки зрения какого-то там литературного подхода, а то есть что-то вам не нравится, что не нравится, что нарушается по-вашему, и какая статья здесь в вашем конкретном случае может быть применима для того, чтобы понимаете, принцип права в нашей стране носит заявительный характер. Не согласны с каким-то событием, напишите и обозначьте, какой пункт закона здесь был нарушен, проигнорирован. Вот в этом случае будет работать. Во всех остальных случаях это просто будет сотрясание воздуха. Это будет, ну, скажем так, просто переговорный процесс джентльменских отношений. То, что, кстати говоря, и происходит в общении с коллекторами. Кто-то из вас говорит, имеют ли они право, с меня требуется какой-то отчет. Да послать их всех к чертовой матери. Если вам, допустим, а что будет, если я не отвечаю? Да ничего не будет в той же самой степени, что ничего не будет как-нибудь отвечать. Хотите смейтесь над ними, хотите веселитесь, хотите играйте с ними, как угодно, хотите посылайте их на три буквы посередине У, в суд. Они туда не пойдут, коллекторы уж точно не пойдут туда, потому что им там делать нечего. Они не являются правоприемниками, понимаете, как многие говорят, а что делать, если мой долг продан? Я спрашиваю, как вы определили, что ваш долг продан? Мне позвонили и сказали, да ладно, и что, и теперь вам надо, ну давайте я сейчас вам перезвоню через 15 минут и скажу, что ваш долг продан мне, и пожалуйста с завтрашнего дня мне там по 5000 рублей не сносите. Ну Дмитрий, что вы смеетесь, я же серьезно с вами, я с вами нереально серьезен. Почему вы верите какому-то голосу из трубки? А проверить, а как я проверю? Как я проверю? Говорит мне человек. Я говорю, так вот в том-то и дело, это не ваша задача доказывать свою невиновность. Как я проверю? Так пускай они позаботятся о том, чтобы вы проверили, а не поверили. А вот после того, как проверите, ну конечно же поверите. А что нужно для того, чтобы коллектор имел законное право с вас требовать отчет? По закону да, есть закон, они могут вам донести информацию, сообщить о возможных последствиях и все на этом. А когда отдадите, что предпринимаете для погашения долга, это не их собачье дело весть вашу финансовую жизнь. Не их, это собачье дело. Так вот, только в том случае, если сам кредитор вам пришлет на бумаге, а не на почте информацию, знаете, присылают нам клиента, мы говорим всегда клиентам, переписку с банками присылайте к нам. вот, они нам электронки пишут, смс-ки фотографируют, ваше дело продано, там, это все ерунда. Вот, когда придет заказным письмом по почте России договор цессии, копия, заверенная банком, внизу будет написано, что вредь банк не имеет к вам никаких претензий, так как право требования передано, право взыскания передано третьим улицом. В этом случае, друзья мои, что нужно делать? А я вам скажу, нужно подпрыгивать от радости, потому что взыскать с вас через суд организации, которые не имеют лицензии Центробанка, практически нереально. С физика вообще сложно взыскать, если физик, ну, физическое лицо будет каким-то образом правильно защищаться. Ну, нереально. Заведомо гиблое дело взыскать с физического лица. Потому что закон есть, закон на нашей стороне в большинстве случаев, просто мы многие не умеем им пользоваться. Смотрите, давайте переходя из того, как устроена банковская система, помните, я вам рассказал, Центробанк это основа, казначейство, и сейчас я вам некую откровенность продолжу, да, казначейство, вот это вот источник, да, не источник, точнее орган, который закачивает в Центробанк деньги. Естественно, казначейство пополняем круговорот такой, да, все очень просто, сейчас поймете, почему просто. Деньги где в казначействе, от чего, откуда формируются основные суммы в нашем доблестном казначействе? Как вы думаете? Ну, напишите это слово волшебное. Ну, кто понимает, откуда в казначействе берутся основные ресурсы, основные деньги? Казначейство это государственный орган, куда стекаются деньги со всей страны, что это за деньги? Напишите это волшебное слово, догадаетесь вы или нет? Что это за слово? Андрей, спасибо. Налоги, друзья мои, налоги. И теперь давайте добьем сами себя. А кто платит налоги? Ну, так в общем формате, конечно, откуда берутся, с чего кармана берутся налоги? Кто платит налоги? Напишите теперь. Ну, можно я, можно народ, можно мы, то есть налоги это наши с вами деньги. И теперь проследим, ну, физики, юрики, юрики, физики это мы, юрики это организации, которые берут также зарплаты, налоги, где-то здоровых налоги, то есть налоги вынимаются с нашего кармана, вносятся в некие там старостепенные структуры, откуда потом это все совершенно обязательным образом уходит казначейство, и казначейство это уже перекачивает, резервы центробанка. А после этого коммерческий банк приходит в центробанк и говорит, дайте мне денежек на формирование кредитного портфеля и теперь внимание замыкаем этот круг в виде кредитов друзья мои нам даются с вами наши же деньги и потом требуются обратно но уже с процентами. кому еще до сих пор стыдно не платить кредит? Есть такие? То есть я сейчас к общему знаменателю подвожу. Деньги берутся у нас с вами и нам же с вами отдаются. Но в смысле о том, что мы должны с процентами вернуть. То есть мы им даем деньги и они до такой степени вот эта государственная машина так устроена, что есть законное право нам их обратно дать но только под процентами. Тут можно и затрагивать и политику и все остальное. И с грустью констатировать, что при таком раскладе наше государство никогда не вылезет из кризиса. И это факт. Во всяком случае я далек от тонкости политики, но даже вот это понимание убивает. То есть у нас кредитная система очень сильно развита, но в том уродском состоянии, в котором она существует, она продолжает существовать и это большая дрянь, так скажу. на кого из вас вот это понимание, я сейчас хочу подчеркнуть, что многие из вас большинство, 99% понимали, как вот этот алгоритм зациклен. Как это все происходит, все это вы знали и понимали. И другой вопрос, как вы сейчас к этому отнеслись, давайте по нашей любимой пятибалльной системе, если вы скажем так, сказали вау, теперь до вас дошло, типа, это же правда, ну естественно я вам не открыл глаза с точки зрения, я просто вам штору убрал, вы это все знали, ну вот это вот этот факт того, что вы теперь это еще от меня услышали, до какой степени он вам был, ну скажем так, ну хорошо, не буду кидаться словами, не ошеломителен для вас, но все-таки по пятибалльной шкале, где пятерка это сильное удивление, поставьте мне, пожалуйста, вот, а с другой стороны, ну с этим невозможно спорить, с этим спорить нельзя, это все понятно, что формируется резервный Центробанк за счет наших с вами налогов, вот и все, я это рассказываю для того, как я выполняю свое обещание, чтобы вы многие из вас ушли от сегодняшнего вебинара, но хотя бы пускай не окрыленные, ну успокоились, ну хоть чувство стыда у вас пропадет, да, уже хорошо, уже я достиг своего результата, кто-то скажет, а зачем вам тебе вообще Дмитрий это нужно, ну во-первых разгрузиться, потому что вы не представляете какая нагрузка идет в виде контента, в виде вопросов к нам, у меня, ну хоть нанимай отдельный штат сотрудников для того, чтобы отписываться, у нас ценные шаблоны заготовленные, да, ответов на вопросы уже, вот просто многие сидят, вот кто-то думает вконтакте, там Дмитрий мне пишет, нет, друзья мои, очень редко я отвечаю, сидят ребята мои помощники, да, вот на моей странице и работают с вами, ну, те, кого, вот мы стараемся максимальное количество ответить людям, ну, нереально, а с другой стороны, нечего скрывать, мы хотим увеличить клиентскую базу свою, мы хотим помочь, мы хотим в конце концов научить людей самостоятельно работать, ну, а если уж совсем пафосно, да, рассуждать, это круто, поверьте, это круто, ощущать себя нужным, полезным, видеть отзывы, вот на презентации вебинара, вы наверняка читали отзывы, какие люди после вебинара пишут, я буду благодарен каждому, кто напишет отзывы, кто может быть видеообращение напишет, кому я в подарок книгу электронную отправлю, собственно, там, как жить без долгов, вот такая вещь, ее нигде не купить, она не, она нигде не выложена, она у меня, есть только файли и все, и она нигде только вот, либо за деньги, ну, напишите отзыв, да, видеоотзыв, в ютюбе разместите, скините мне ссылочку, ну, либо файлик, а ну, лучше в ютюбе подарок получите книгу, это пожалуйста, понимаете, моя задача, вот, скажем, расположить вас к себе, с точки зрения, во-первых, коммерческой составляющей, это важно, я, как бы, заинтересован тоже зарабатывать, но я не голословно заявляю, мы помогаем, и в то же время могу научить любого из вас, тоже вместе с нами зарабатывать, у каждого сейчас вот свердит, да, но все-таки, как вы можете помочь, Дмитрий, да, переходим к этому, как устроена работа нашей компании, сразу говорю, 100% законные методы, 100% законные методы, никаких наработок блатных, типа, у меня там судья знакомый, у меня там актера, нет, такого нет, но, работают у нас, почему мы работаем по всей России, во-первых, сразу скажу, заочный формат судопроизводства, 95% гражданских дел у нас в стране решаются в заочном формате, кто-то скажет, я живу там-то, там-то, на Сахалине, вы тут в Питере, ваши юристы, типа, в Питере, как вы мне поможете, все просто, еще раз повторяю, заочный формат судопроизводства, гражданские дела, то есть, где речь идет о деньгах, решаются в 95% случаев в нашей стране, в виде переписки с судами, это вполне легитимный способ, совершенно отчетливо можно достичь определенных результатов и так далее, и вот, что мы делаем в итоге, как устроена работа для нашей компании, ну, во-первых, клиент, обратившись к нам, должен понимать, что существует три условия, на основании трех условий, даже, ну, скажем так, среди этих условий я могу даже бонусами назвать, но для кого-то это не пассивная, скажем так, ну, не может он переступить через эту вот черту, вот, основное наше условие прекращения всех финансовых отношений с банком, то есть, как только вы становитесь нашим клиентом, подписываете с нами договор, вы должны прекратить все отношения с банкирами, то есть, прекратить им платить, почему? Да, все очень просто, мы начинаем работу досудевку, с каждым клиентом мы работаем где-то 12 месяцев, ну, где-то больше, где-то меньше, на разных этапах люди к нам появляются, у нас, но, вот, не более 12 месяцев, бывает, чуть-чуть забегаем вперед, но это крайне редко, также, вот, может быть, за 9 месяцев справляемся, но, вы должны понимать, кто-то говорит, помогите мне написать исковое заявление в суд, ребята, вот мы разовыми услугами не занимаемся, помогите мне вернуть страховку, ребята, мы разовыми услугами не занимаемся, это можно сделать в процессе, вот, в комплексе в целом, это комплекс мероприятий, где можно в итоге вернуть страховку, где можно в итоге расторгнуть договор с банком, где можно в итоге обозначить категорично свою гражданскую позицию и для себя в первую очередь и для банка дать понять что вы теперь знаете что банку не нужны ваши деньги ну либо второй вариант зафиксировать сумму долга справедливую фактически понесенные расходы банка знаете такой темно и сколько он сейчас там вам на счета и сколько вам там как они а процент это тикают коллекторы да плевать пускай себе тикают существует законные разбирательства которые позволяют зафиксировать сумму долга и уже ее потом выплачивать причем комфортными платежами мы стараемся клиенту это сделать не стараемся к этому идиотов судья судебный пристав обязаны в первую очередь смотреть не на сумму долга она возможности должника это закон никто не должен вставать на сторону коммерческой структуры и в первую очередь учитывать амбиции коммерческой структуры в ущерб общечеловеческим гражданским каким-то устоям нашей стране другое дело что это происходит сплошь и рядом и так просто легче тем же судьям так легче но если грамотно вести процесс это можно обогнуть и сделать все так как нам хочется если скажем так сказать о финише который мы вам предлагаем это создание условий для банка когда банку выгодно отказаться от 3 мы не занимаемся сейчас на данном этапе банкротством пока что не занимаемся смотрим как развивается сейчас эта ситуация в октябре был этот закон вступил в силу начал работать мы посмотрим как наши коллеги очень много сейчас противоречивых результатов есть много минусов подводных камней будем об этом говорить я наверно на третьем занятии этого коснусь если вопросики от вас будут вот в общем и целом пока банкротством мы не занимаемся но существует четкий конкретный алгоритм действий по которому можно создать условия когда банку выгодно отказаться от претензий я подчеркну мы не списываем долги мы не делаем ничего такого списать долг вам может только тот кто вам его дал а мы создаем условия когда кредитору выгодно отказаться от претензий выгодно списать этот долг и как же все таки это происходит но естественно существует четкий уже выработанный порядок действий и самое главное это досудебный процесс а почему главное да потому что без него нет смысла что-то делать писать иски в суд и так далее дело в том что если мы сразу просто сходу напишем из суд вероятнее всего нам его этот иск вернуть судья скажет нет ребята вы должны были попытаться договориться с банком всем понятно и тому суде тоже понятно что это бесполезно делать банк в досудебном формате не изменит условия типового договора но закон есть закон буква закона существует принцип права в нашей стране носит заявительный характер поэтому мы должны заявить что мы не согласны с условиями договора кредитного внимание кто думает что у него какой-то правильный договор я вам заявляю со всей ответственности сто процентах случаев договоры составлены с нарушениями действующего законодательства по закону 141 статья гк рф там в контексте и и звучит следующим образом любой договор не обязательно кстати говоря кредитный составлены вопреки действующему законодательству может быть и нам уничтоженным ну естественно все последствия по этому договору тоже можно но не аннулировать определенным образом игнорировать и так мы заявляем в досудебном формате банкиров о том что мы не намерены исполнять условия этого договора так как он в текто 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 пунктах противоречит действующему законодательству мы в досудебном формате требуем у банкиров настоящие документы для того чтобы провести анализ этих документов мы заявляем указываем точно чтобы мы хотели изменить первое что мы делаем первое письмо которое мы отправляем это отзыв согласия на обработку персональных данных и передачу этой информации третьим лицам это ни в коем случае не остановит банкиров более того информация уже давным-давно передана и вернуть ее обратно нельзя но вот это письмо определенным образом может сыграть нам навык в суде любое письмо которое мы отправляем банкиров оно нам идет в подмогу дело в том что ну скажем так большинство писем игнорируется банкирами они либо пишут отписки либо вообще не отвечают вот для того что даже не ходят за этими заказными письмами на почту мы же отправляем заказными письмами с уведомлением о вручении с объявленной ценностью там и так далее да от вашего имени эти письма они даже за ними не приходят у нас клиенты звонят говорят ни одного уведомления о вручении мы не получили дело не в этом это конечно хорошо когда есть уведомление о вручении но есть определенная да у нас документация которая подтверждает что мы действительно отправили эти письма и мы можем совершенно спокойно в суде это факт подтвердить вот досудебка в среднем длится две трети срока ребята ну все зависит от того как она сама по себе идет но две трети срока это досудебочка вот досудебка после чего начинается судебный этап где мы начинаем в первую очередь писать иск о расторжении договора долгое время мы были ну скажем так в неком тупике что делать то есть проводим все правильно и грамотно дальше пишем иск о расторжении договора где но наша задача спровоцировать банк в первую очередь подать суд то есть очень хорошо если банк сам подал на нас с вами на вас а вы под юридической защитой здесь бояться нечего это происходит далеко не часто такое скажем так роскошь позволяет себе крупные банки такие как сбербанк сбербанк где-то может быть тиньков хомяки вот хом кредит так себя ведут русский стандарт изредка ну чаще всего судебно-приказное производство то есть судебный приказ они выпускают мы естественно сначала под юридической защитой быстренько это дело контролируем и все пропадает как говорится в бездну этих потуги вот то что судебный приказ это такой скажем так инструмент рассчитанный на полное невидение человека вот и люди многие очень этих судебных приказов боятся на самом деле если все правильно сделать то очень просто залечивается эта рамочка так вот мы провоцируем изо всех сил вот этими письмами банк обратиться в суд первого мы уже достигли определенных результатов часто уже бывает так что даже великий ужасный сбербанк вот у нас они сами подают из и где просят тут расторгнуть договор это победа потому что мы в принципе к этому стремится это тяжело сделать но наш идеальный вот в идеале расторжение договора почему для чего многие из вас говорят вот я уже плащу там через судебного пристава у меня до сих пор вот через год уже начали опять звонить из банка и требовать что происходит а происходит то что договор то не расторгнут да вы платите через судебного пристава но вы платите какую-то сумму договор продолжает действовать вот и все и они совершенно вправе в законном вам предъявлять определенные претензии так вот судебного пристава ситуация должна свалиться только в том случае если есть расторгнутый договор и никак иначе вот нужно все сделать для того чтобы договор был расторгнут так вот я повторюсь уже мы даже добились за то что сам сбербанк видя сначала досудебку от нас уже форсирует ситуацию как говорится встречи долой и сердца вот и все и подает в суд вперед вперед правда со своими интересными в кавычках цифрами долго да и просит ростовный договор где мы пишем скорее всего отмена заочного либо возражение какое-то либо ходатайство ослени неустойки и уменьшение неустойки приводим все к настоящей цифре той которую вы должны на самом деле несколько банк себе выдумал и потом уже это где-то два-три месяца эти судебные разбирательства там все зависит от того как мы быстро придем к нужному результату потому что где-то нужны частные жалобы писать апелляции и так далее после этого мы переходим уже на этап исполнительного производства судебным приставам судебным приставам я подчеркну что вот эти судебные разбирательства они проходят заочном формате что письма уже не пишутся в бар а идут конкретные документы иски правильно составленной апелляции и отправляются той же самой почты россии очень правильно оформлено все прям канцелярию суда вот здесь конечно ничего мило не проходит все вот эти вот моменты они очень быстро быстро вы начинаете замечать что вам приходит уведомление о вручении там ответы в любом случае обратный адрес ваш указывается и в этой связи понимаете когда вот мы в суд приходим да и просим судью расторгнуть договор судья естественно мы должны приложить документы доказывающие что мы с банком пытались договориться и помните когда я говорю что основное правило это прекращение всех финансовых отношений с банком многие не могут на это решиться и был случай у нас да я пример привожу молодой человек там ну как молодой парень парня около 30 лет вот нам обратил обратился за юридической защитой мы его сопровождали ежемесячная оплата мы не просим сразу каких-то там денег вперед на 100 месячные оплаты а достаточно комфортные при том с учетом того что вы не платите больше в банк ни копейки я вам сейчас расскажу сколько это удовольствие будет для вас стоить и кому нужно будет вы уже сегодня можете подать заявку ну это ладно чуть-чуть так вот парень все мы работаем доходим до судебных разбирательств нам судья возвращает наш иск хотя мы провели полноценную досудебку естественно мы пишем возражения а банк оказывается на встречу нам предоставил доказательства того что каждый месяц на счет клиента поступали деньги небольшие по 500 рублей этот парень она смотрит круглыми глазами клянется я ничего не платил мы тоже руками разводим смотрите вот поступление потом обратили внимание кто носитель мама по 500 рублей как она любит своего сына что вынуждены были вынуждены были констатировать так что не так уж тебе не нравится условия этого договора раз ты все-таки что-то платит но точки зрения взгляда банка на ситуации а судья естественно это принял как резкий аргумент и все и полгода нас марку понимаете вот один простой пример видите ли а вот мне тут спрашивать то что сбер подал суд это пол дела вот вы выиграете этот суд понятно я хочу кстати ирина узнаю по аватарке это человек который умудрился страховочку вернуть самостоятельно на мастер-классе ирина у нас была а вот дело в том что чтобы вы понимали до выигрыш в судебных разбирательствах выигрышной стороной выигравшей стороной является та сторона кому платят а не кто платит априори грубо говоря мы все дела проигрывать но вы не пугайтесь этого термина дело в том что как я уже говорил что мы платируем строго законные методы и мы фиксируем сумму настоящую сумму долга а не ту которую думает банк и в результате если человек что касается импошек там очень часто бывает что человек переплатил и в итоге уже сама инфо уже должна человеку а не он ему но с банками как правило там еще какая-то сумма долго остается и и естественно нам рисует на выплату и получается что конечно же мы не можем уже в суде большинстве случаев создать ситуацию когда судья скажет что человек банку ничего не должен давайте сейчас я же говорил я сейчас про банки говорю про коллекторов я не могу сейчас взять и галине резко сменить тему рассказать и начать рассказывать про коллекторов будут будет возможность я вернусь к этому вопросу вот да про договор сессии давайте сейчас меня не сбивать я буду рассказывать как происходит работа нашей компании мы все-таки получается что мы это дело вывели формат настоящей цифры то есть сумма который действительно человек должен а не ту которую нарисует банк и после этого естественно должны уже создать привести человека комфортному платежу это называется работа после судебного на этапе исполнительного производства где мы добиваемся комфортные рассрочки как это происходит почему это происходит на каком основании на спросе это происходит пристав же должен там взять эти деньги арестовать имущество и так далее это все пугалки страшилки которых вы наслушались 300 простой человек из мяса и костей таких вот папок у него вот этими делами вот такая куча ворох лежит таких как вы друзья мои у него очень много они очень уставшие забитые люди чиновники не надо воспринимать судебного пристава как какого-то дракона там желающего вогнать как можно больше людей в нищету сожрать неправда все неправда ему чем больше помощи приставу приставу и мы работаем да и уже успели заметить что судебные приставы очень любят людей которые защищают юристы потому что как говорится он только подумал судебный пристав о какой-то бумажке эта бумажка уже у него на столе потому что мы знаем о чем подумает человек судебный пристав и мы помогаем ему реализации скорейшего приведения до ситуации комфортно видите ли дорогие мы все очень просто пристав должен разобраться сколько с вас можно взять денег вынудить вас заплатить да но только в законном формате он не может государственное лицо он не может вас заставить делать то чего вы не можете он не бандит он должен разобраться и в споре между юридическим лицом и физическим лицом судебный пристав должен вставать на сторону более слабой менее защищенной стороны это закон в нашем с вами случае физическое лицо является той самой стороной более слабой менее защищенной просто об этом если не заявлять все пойдет на самотек так как удобнее он начнет там исполнить на производстве и так далее и тому подобное понимаете вот какая ситуация зато он и судебный пристав он приставлен к суду он должен выполнять то что ему положено по закону а не то что вам рассказали арестовывать имущество и так далее там целая история с этим арестованным имуществом как людей запугивают и как люди боятся что у них унесут последний холодильник да не нужен этот холодильник этому человеку не нужен этот холодильник простите этому приставу потому что это вопроса не решит это просто добавит ему извините за выражение геморрора с этим холодильником максимум что происходит при описи да та самая опись но ни в коем случае не вы нас этого имущества просто астана оставляют на ответственное хранение это существует строгий список того имущество которое подлежит аресту как вот аресту подлежит только только лишь предметы роскоши но ни в коем случае не предметы быта никто вас не выселите из единственной квартиры никто у вас не заберет единственный холодильник никто у вас у вашего ребенка не заберет единственный компьютер потому что ему надо учиться плиту посудомойку духовой шкаф стиральную машину потому что это предметы быта конечно если вы на себе носите золотые украшения по килограмму весом у вас кошелек полный денег в этот момент к вам пожалуй судебный 300 он имеет право эти деньги изъять естественно но машина и считается предметом роскоши вот поэтому мы всегда своих клиентов как говорится на контроле держим и предлагаем избавиться в кавычках от имущества да переписать на любого человека кому доверяя вот это важно потому что автомобиль естественно как работает вообще с чем заключается работа судебного криста вот он получил исполнительный лист первое что он делает он делает запросы ему приходят ответы если там есть какие-то действия то есть вообще во всех поголовно банках арестовывает ваши счета ни в коем случае ни в коем случае этого нет есть там топ 10 банков сбер там альфабанк где в основном люди держат расчетные счета он делает туда отправляют запросы ему приходят ответы если там есть какие-то деньги в первую очередь эти деньги арестовываются потому что есть решение суда после чего идет запрос ГИБДД на предмет наличия у вас автотранспортных средств любое автотранспортное средство является предметом роскоши потому что у нас в государстве если вы не инвалид если это у вас не способ передвижения то иметь автомобиль можете без него прожить на автомобиль тоже обеспечительные меры накладываются ни в коем случае у вас его не придут и не заберут сразу если это не кредитный автомобиль буквально в смысле просто вы регистрационное ограничение регистрационные действия и точно так же что касается регистрации недвижимости то есть идет запрос значит регистрирующие органы на предмет имеется ли у вас недвижимость если это единственная недвижимость она неприкосновенная то есть ее не будут никто трогать если у вас есть дача земля какая-то естественно на это тоже может быть наложено ограничение регистрационных действий это не значит что это у вас придут и заберут сразу да имеет банк в какой-то степени на это лапу наложить но это в том случае если это было залогом если это не выступало каким-то залоговым имуществом то это очень сложно у вас забрать но мы по-честному говорим если у вас есть вот эти предметы роскоши земля, автомобиль и так далее катер, самолет, вертолет перепишите на любого человека кому доверяете это может быть совершеннолетний брат, сестра, муж, жена и никого не слушайте когда горят совместно нажитое имущество и так далее это не из той оперы это из оперы бракоразводных процессов когда существует брачный контракт и так далее не ваша эта машина пускай она сына пускай это мамы машина а вы на ней ездите но по документам она не ваша у вас ее изъять не могут вот если ваш сын, брат, сестра не должны этому банку и против них в отношении их не ведется никаких судебных разбирательств не заберут и вы останетесь на этой машине передвигайтесь хоть там на ренджровере подъезжайте к участку судебных приставов это эмоции эмоции к делу не пришить ему нафиг это не нужно ходить там а у вас как говорится следить за вами он не бандит он четко по бумагам по закону действует и мы делаем все для наших клиентов для того чтобы приставу было легче а как вот смотрите происходит тоже один из примеров простой пример существует человек должен платить просто так взять и что-то у вас есть официальная кто-то скажет у меня есть официальная зарплата давайте возьмем в среднем допустим что ваш платеж ваш платеж ну предположим в кредит не знаю вы 25 тысяч должны платить а у вас зарплата хорошо 20 тысяч официальная да вам перечисляют ее на карту допустим что происходит у вас ее там 50 процентов забирают да по решению суда судебный пристав забирает а что можно сделать грамотно сделать все очень просто доведя до во первых нужно зафиксировать сумму хорошую настоящую сумму долга максимально приблизиться к расторжению договора расторгнуть этот договор чтобы сумма больше не росла и после этого только начать отдавать но удобными платежами и так смотрите в среднем 20 тысяч зарплаты это я считаю что это хорошая официальная зарплата тот судебный пристав делает запрос в пенсионный фонд где ему приходит информация что на человека идут пенсионные отчисления от такой-то организации он видит эту организацию туда официальные запросы отправляют ему приходит отчет что человеку 20 тысяч платят он туда 50 процентов забирает а теперь что будет если мы помогаем судебному приставу мы в первую очередь напишем заявление в суд о предоставлении рассрочки пока мы это делаем судебный пристав никаких действий не должен проводить по закону потому что еще не закончены судебные скажем так разбирать и мы пишем заявление рассрочки указываем свои доходы простите расходы без которых мы не можем существовать это может быть квартплата это может быть расходы на лечение это может быть содержание детей и так далее и тому подобное вот смотрите простой арифметика простая 20 тысяч у вас зарплата в среднем три тысячи коммунал ну давайте по минимуму три тысячи коммунал вы ее обязаны платить иначе вас выгонят на улицу вы сможете жить в твоей квартире окей а из этого официального дохода вы убираете три тысячи все было официального дохода вроде как двадцать теперь осталось 17 далее допустим двое детей у вас несовершеннолетних это иждивенцы по закону сейчас не помню точно по моему три тысячи рублей на каждого иждивенца вы обязаны тратить то есть у вас должно быть три тысячи рублей иначе государство вам должно субсидировать эти деньги по моему так я сейчас точно не помню ну так или иначе три тысячи можно учесть а двое детей еще шесть убираем да было двадцать три убрали за квартиру шесть убрали за деток ну за иждивенцев давайте проще говорить официальным языком осталось у нас что там одиннадцать тысяч да одиннадцать тысяч осталось все даже на этом пускай остановимся если у вас там еще расходы на лекарства какие-то официальные у вас есть диагноз там от доктора официально что вы больны или может быть инвалидность у вас не дай бог а так или иначе вот смотрите до этого у вас судебный пристав забирал десять тысяч рублей да потому что у вас официальный доход был двадцать он имел право половину забрать здесь мы напоминаем еще вам я напоминаю что существует так называемый всем известный минимальный прожиточный минимум гарантированный государством по-моему сейчас девять тысяч в среднем пойдем что выходит друзья эти девять тысяч в любом случае должны у вас остаться конечно он будет забирать судебный пристав если об этом вы не заявите но в нашем с вами случае мы об этом тоже заявляем и что у нас остается из двадцати до тысяч девять прожиточный минимум и девять вот обязательные расходы и из официальных денег доступных вам осталось две тысячи вот оттуда половину он может забрать вот оттуда он может половину забрать вот вам и комфортный платеж вы платили в банк до этого не знаю там 25-30 тысяч теперь вы можете платить тысячу рублей пятьсот рублей можете платить кто-то скажет так можно платить десять лет двадцать лет сто лет нет ребята тем самым мы создали условия для банка когда банку выгодно отказаться от претензий почему я вам уже рассказывал ему нужно признать кредит безнадежно помните да а если вы хоть по пятьдесят по сто рублей платите они поступают на счет банку приходит через официальный источник через судебного пристава не такого что он как говорится и безнадежный этот кредит в этом случае ему приходится сопровождать содержать этот счет банку при том что договор уже расторгнут прибыли там никакой не светит банк делает фиктивную продажу третьему лицу третье лицо приходит и отказывается от претензий вот и все как вариант понимаете все очень просто логично и совершенно работоспособно вот это то что какой алгоритм действий мы ведем для того чтобы создать такую ситуацию бывают случаи когда мы не можем даже расторгнуть договор потому что банк ну извините за выражение тупо не идет в судебные разградятся мы пишем искры из требования просим документы судья выносит нашу пользу предоставьте банк не предоставляет мы пишем искры расторжения договора банк не приходит лоббирует судью там по своим возьмать и нам бывает судья отказывает в этом иске но мы еще апелляции то есть мы обкладываем своего клиента максимум документов обозначаем его гражданскую позицию и когда мы вот это все сделали бывает так что дело даже до исполнительного производства не доходит хотя нам очень этого хочется и клиентам в итоге очень этого хочется ну грубо скажем мы вынуждены развести руками мы говорим уважаемый клиент мы все сделали ваша гражданская позиция очевидна вы готовы законно разбираться но банк пропал вот с точки зрения вас он пропал это говорит о том что банку не нужны эти деньги вот человек может спокойно продолжать жить ну с учетом того что ему сразу же коллекторы они всегда звонят это знаете собака за окном гавкает вы не обращаете внимание можете симку поменять вот этого не нужно бояться вообще можете с ними веселиться свой канал на ютюбе завести денежки зарабатывать копейки там конечно но все таки вот пример вам мой канал посмотрите и поймете как это делать так вот понимаете кончается все тем что клиент совершенно спокойно начинает дышать наш человек он понимает за время проведения с нами всего этого процесса он понимает что произошло он себя чувствует совершенно комфортно либо расторгнуты договоры у судебных приставов четкая конкретная резолюция там либо отказать в связи с отсутствием официального источника дохода либо с недостаточностью официального источника дохода а я почерпну только официальные источники дохода учитываются либо вот вообще исполнительного производства не доходит потому что ну вот нет банка вот он не появляется в формате нашего клиента ему не нужно еще и потом уже ну долго 12 месяцев изо всех сил клиент это видит ну вот банк не хочет игнорирует вообще зайти кроме вот этих вот шавок коллекторов больше никто клиентами беспокоит клиент к тому времени уже вообще спокойно себя чувствует хотя вот я скажу как с этими шавками бороться в наши услуги это входит мы берем на себя переговоры это я сейчас расскажу дальше вот с этими коллекторами чтобы они вас не беспокоили короче говоря ситуация в итоге вот в такой вот уровень приходит что человек по закону совершенно чист он обозначился он прозрачен грубо говоря его ситуация гражданская позиция очевидна и мы со всех сил говорим все успокоились живем спокойно и если вдруг банк возобновит эти действия человек совершенно спокойно без оплаты к нам возвращается мы доводим это дело до конца если банк придет в суд потому что изначально для нас это круто если мы это не ведем за суде провоцируем банк чтобы он первый подал в суд если вот мы в суде с клиентом оказались это круто вот и мы изо всех сил к этому стремимся тут вот как хотите так понимаете не бойтесь сюда если вы под защитой юридической и банк подал на вас суд ничего в этом страшного нет абсолютно если вы либо сами знаете как защищаться либо ну скажем так обратились к кому-то вот условия первое условие которое предъявляется нашим клиентам это прекращение всех финансовых отношений с банком это самое первое самое обязательное второе условие это прекращение всех переговоров с банком как это происходит не просто игнор мы предоставляем бесплатную услугу переадресации мы даем вам инструкцию как только вы стали нашим клиентам ваша задача если просто технически на телефоне мы вам подскажем настроить функцию переадресации когда вы видите нежелательный звонок вы просто сбрасываете но там не идет обрыв связи а переадресовывается на наш колл-центр и с вашими взыскателями уже разговаривают наши специалисты и как правило эти разговоры больше трех минут не даться а то и они сами бросают руку в большинстве случаев когда вот видят слышат наш рингтон здравствуйте мы договорились компаниям и так далее и все они сразу выключаются им неинтересно с нами разговаривать что они понимают что им говорить с нами коллектором не о чем вот они не смогут с нами разговаривать в том ключе в котором они привыкли разговаривать ну и значит третье существует условие это корреспонденция это очень важно в процессе нашей работы вы должны нам передавать корреспонденцию всю максимально быстро которую получаете все письма которые к вам приходят мы потом с вами отдельно это обговорим вы должны максимально быстро посредством электронной почты нам переправлять то есть сканировать нам отправлять это несложно и мы будем понимать что в данный конкретный момент происходит а уж тем более на этапе уже судебных разбирательств там все должно быть максимально оперативно вот ну и четвертое понятное условие это оплата оплата у нас разбита на этапы мы не грузим какими-то большими деньгами сразу все разбито в зависимости от кредитной нагрузки алиам это приснилось мне хотите так воспринимайте алиам это мне приснилось это название вот еще сверху откуда-то это моя личная выдумка алиам вот как много разных всяких названий непонятных алиам это моя выдумка фантазия моя не ищите ассоциации а вот значит у стоимость наших услуг а все зависит от кредитной нагрузки сейчас внимательно запоминаете ребят кредитная нагрузка что такое кредитная нагрузка это все ваши долги по которым у вас проблемы то есть вот ваши ваше кредитное время назовем это вот таким образом по всем берете считаете все своими не каждый отдельно банка все вместе считаете сколько у вас там кредитных эпизодов 10 20 там 2 3 все и сумму на момент подписания кредитных отношений запомните это важно не сколько вам сейчас насчитали банкиры да не сколько они там вас пугают а именно что на бумаге написано либо там кредитный лимит на карте либо вот что на бумаге написано ну тот момент когда мы взяли эти деньги и если у вас сумма от до 150 тысяч рублей то наши услуги для вас будут стоить 4150 рублей в месяц понимаете да при условии что вы прекращаете оплату вообще какую-либо в банке 4150 вот вы должны 145 тысяч вы нам платите 4150 рублей мфо это понимаете мфо туда же с мфо еще легче мфо как правило на этапе засудебки от вас отстанет потому что им нечем крыть там кабальная сделка оставьте этот вопрос по мфо вообще короткий разговор я вам быстро в третий день я про мфо пробегусь расскажу как устроена их работа и почему там вообще штампы как бы сопробы негде ставить ничего законного нет итак 4150 рублей если ваша кредитная нагрузка до 150 тысяч рублей если ваша кредитная нагрузка от 150 тысяч до 300 тысяч рублей то наши услуги для вас, будут стоить 6800 рублей в месяц если ваша кредитная нагрузка от 300 тысяч до 800 тысяч то наши ваши услуги для вас будут стоить 8 тысяч рублей в месяц и если ваша кредитная нагрузка от 800 и до бесконечности это самый популярный у вас пакет я еще раз подчеркну до бесконечности Хоть там 10 миллионов. Наши услуги для вас будут стоить 11 тысяч рублей. Важное условие прекращения всех финансовых отношений с банком. Платить в банк больше ни копейки нельзя. Как только вы начали с нами работать, как только мы начали анализировать ваши документы, готовить письма в банк, все. Платить туда это глупо. Это важно. Существует услуга диагностики. Она распространяется только лишь на тех, у кого залоговые кредиты. Это автокредиты, это ипотеки. Мы не берем такие кредиты сразу в работу, потому что не хотим обманывать людей. Очень многие юристы, давайте возьмем, давайте сделаем. На самом деле там не всегда все так просто. Поэтому нужно посмотреть на ситуацию, что такое диагностика. Диагностика это не решение проблемы. Это взгляд на проблему с четким полноценным описанием. Как бы там выходит где-то несколько листов А4, где мы на юридическом языке, на человеческом языке вам объясняем, что можно сделать, а что нельзя сделать. Очень часто бывает, что мы за 3150 рублей пишем вам, что делать здесь ничего нельзя. Потому что я напомню, мы работаем строго по закону. Здесь я прошу не расстраиваться, не обижаться. Но во всяком случае у вас жесткая экономия идет, потому что вы не обратитесь уже к никакому проходилцу. Потому что понимаете, что и как. Но всегда из любой ситуации можно найти выход. Мы рекомендуем, когда это автокредит, человек там не может, у него машина стоит. Были такие случаи. Надо за машину эти 500 тысяч отдать, а он больше ни один кредит никогда не брал. Мы говорим, да пойди перекредитуйся, возьмите 500 тысяч, просто как обычный потребительский кредит, отдай ты за эту машину. Ну и с потребительским, с простым беззалоговым кредитом как-то проще. Потом уже хочешь выплачивай, хочешь к нам обращайся. Главное, что машина уже будет выкуплена. С квартирами, с ипотекой, конечно, посложнее. Там большие суммы только из-за этого. Но, во всяком случае, мы проанализируем документ и в течение 10 дней вам дадим развернутый ответ. Это 3 150 рублей стоит. Если там что-то можно сделать, мы так и напишем. Беремся в работу. Может быть, на каком-то этапе можно что-то сделать. Здесь 3 150 рублей разово. То есть один раз вы заплатили и в этой связи получаете четкий расширенный ответ. Теперь внимание. Для тех, кто хочет обратиться к нам за юридической защитой, вы можете это сделать на нашем сайте, заодно посмотрев обязательно видео на сайте. Сейчас, пожалуйста, в чат не строчите. Я скину ссылочку в чате нашего сайта. Вы можете там изучить эту ситуацию, посмотреть видео на этом сайте и к нам обратиться. Сейчас он какчу просит. Я сейчас быстренько введу, друзья мои. Меня не узнал, видимо. Сейчас у вас в чате появился наш сайт. И я еще напишу электроночку, куда вы можете просто написать заявку. Она простая. 946, записывайте кто. 946, 78, 36, собакамейл.ру. На эту почту вы тоже можете скидывать заявочки, предварительно написав, что вы были на вебинаре и хотите встать под юридическую защиту. Так, опять капчу просит. Капча – это вот эти, знаете, корявые цифры. Почему я тут туда вот так вот всматриваюсь? У меня просто попросил, чтобы я вам это… Ага, все. Вот у вас электроночка. Еще раз повторяю. 946, 78, 36, собакамейл.ру, а сайт 3w.alliam.ru. На конце – m.michael.ru. Вы можете зайти на сайт, посмотреть все внимательно. Видео обязательно на сайте посмотреть. Там будет повторение, как устроена работа нашей компании. Ставить заявочку. Смотрите. Когда вы оставляете заявку, обязательно пишите корректные данные. Обязательно. Дело в том, что очень часто бывает, что мы звоним, и до вас не можем дозвониться, вы боитесь там коллекторов и все остальное. А вот в любом случае, если мы не дозвонимся, мы вам отправим письмо, что мы вам звонили с таких-то телефонов. Пожалуйста, не пытайтесь нам перезванивать. Просто продублируйте свою заявку, либо на почту нам ответьте. Что да, я готов, перезвоните, пожалуйста. Перезвонить. Вот нам звонить нет смысла, потому что линия перегружена, дозвониться до нас нереально. И это констатация факта. Я этого не боюсь. Кто-то скажет, у вас там на сайте сотовый телефон. Да мы вообще на входящие звонки не работаем. У нас даже кол-центра своего нет. У нас вот этот момент вот таким вот образом реализован. Мы лучше сами позвоним, мы лучше сами потратим деньги, а вы что, вот не тратили деньги. Потому что вот мы говорим, посмотрите сайт, посмотрите видео на сайте, приходите на наши вебинары и обращайтесь за юридической защитой. Каждому позвоним, пишите корректную информацию, как вам обращаться. И вам в течение, смотрите, ну очередь существует. Ребят, в течение двух-трех суток вам обязательно, сейчас у вас просто вебинара будет огромный поток заявок. Ну не беспокойтесь, каждому прозвоним по Москве. То есть вот мы работаем с 9 до 18. Вот в этом промежутке мы будем звонить вам с 9 до 18. Да, кто боится коллекторов, хорошо, пишите адрес на почту свой. Мы вам, ну в любом случае мы вам отвечаем, да, и говорим, вот мы вам звонили с такого-то номера там и так далее и тому подобное. Пожалуйста, как увидите наш номер, забейте этот номер и все. И мы вам, ну давайте так даже, я сейчас вам сообщу, с каких номеров будут вам звонить. Так, секундочку. Так, я сейчас вам прям скину эти номера, мне нужно сейчас мне мои помощники скинуть информацию. Я вам сейчас эти номерки в чате отправлю всем. Вот. Сейчас, секундочку. Чтобы вы понимали, записано. Ну и в любом случае, когда вам не дозвонятся, вам будет обратное письмо. И вы, естественно, сможете увидеть наши номера еще раз. Так. Так, так, так. Ага, вот мы. Ну где вот этих номеров будут вам идти? Сейчас. Вот они в чате сейчас появятся. Пожалуйста, запишите, кому нужно. Сейчас, не пишите. А позвонить, ну, еще раз говорю, не всегда, ну, очень сложно до нас позвониться. У нас просто, ну, линия перегружена. Поэтому ждите от нас звонков, мы позвоним. Потому что позвонить, это значит влезть без дочери. Понимаете? Спасибо, Ирина, что подсказывать. Вот Ирина давний наш слушатель, партнер, еще и студент. Что касается студенчества. Вот, юридическая защита все более или менее понятна. Все равно у нас еще два дня впереди. И мы еще вернемся к этому вопросу. Наверняка вы там передохнете, услышите. Вас созреет какая-то новая вопросная часть. Вот смотрите, по мастер-классу, да. Будем про мастер-класс рассказывать? Интересно кому-то про мастер-класс услышать? Что такое мастер-класс? Давайте цифру 5. Кому интересно сотрудничество? Кто хочет зарабатывать, еще и самаятельно, допустим, сэкономить, но на досудетке. То есть вот вы слышали наши цены, да? А вы можете досудетку самостоятельно провести, вот как Ирина, и вернуть страховку самостоятельно вы можете. В всяком случае попробовать. У всех получается, но у многих получается. Вот Ирина, кстати, вот в чате, вот видите, проскакивает у нас. С прошлых еще сезонов человек следит, неустанно знам, не вернула. Там какие-то деньги сама. И таких людей очень много. Просто вот я Ирину узнал. В чате очень рад, постоянно слушателям, преданным. Ну так или иначе. Итак, мастер-класс. Всем интересно. Ребят, смотрите, что дает мастер-класс. Ну, мастер-класс – это шестинедельное мероприятие. Сейчас под моим изображением, под видео, у кого чат выключен, сверните, значит, маленькое окошко сделайте, чтобы я был как бы в маленьком виде. И вы увидите под окном трансляции сейчас баннер вышел. На нем написано «Воспользоваться скидкой 10%, забираю скидку» и идет таймер. Время, когда еще будет действовать скидка. Повторю еще раз. Еще раз повторю. Мастер-класс мы решили продавать только за деньги. Вот у нас был опыт, мы бесплатно учили, ноль. Не один, там, единицы пошли с нами двигаться дальше. У единиц что-то только получилось. В итоге наслушались там всякой ерунды, типа того, вы плохо учите и так далее. Запустили платный мастер-класс, увидели результаты. Обалдели. Какая разница в результатах, когда люди заплатили. А тут деньги, да, ну, я вам так скажу. Кто из вас уже набрал, нажал на «забирают скидку», вы увидите какие-то суммы. Это незначительные суммы, да, совершенно по сравнению с тем, какие вы бонусы по жизни получите. Сюрпризы. Я о них сейчас расскажу. Ну, один из важных бонусов, это то, что вы сможете совершенно спокойно провести досудебку. Вы уже на досудебном этапе сможете вернуть страховку. Есть, что такое досудебка? Это письма. Так вот, смотрите, мы с вами нажимаем на кнопочку, забираю скидку, и видите, вы перед собой презентацию мастер-класса. Некий молодой человек, значит, с бабочкой, да, на фоне, и условия, да, то есть проведение мастер-класса. Что такое мастер-класс? Те из вас, кто зарегистрируется на мастер-классе, они будут иметь возможность раз в неделю, у нас шестинедельный мастер-класс, значит, точнее не шестинедельный, а намного больше, можно сказать, пожизненное сопровождение, но так или иначе. В официальной части это тариф пробный, как вы видите, тариф специальный и тариф свой офис. Что это такое? Тариф пробный. Что вы получаете? Как только вы оплачиваете тариф пробный, вы получаете сразу же себе на почту в виде файла 60 с лишним шаблонов писем заявлений правильных. Тот самый случай, когда вам не нужно будет штудировать юридическую часть, за вас это все давным-давно уже сделано, и вам останется только скачать эти шаблоны в вердовском формате, внести свои данные и отправить их нужным образом в банк. Как это сделать? Каким образом, не в смысле скачать, а как правильно запомнить, что несет в себе каждый шаблон, мы будем изучать как раз-таки на нашем мастер-классе. Подробно, в прямом эфире, никаких записей, ничего. Вам будет точно так же приходить ссылка в закрытой группе ВКонтакте. Это будет несвободный, понятно, что только для тех, кто оплатил. Вы, друзья мои, будете собираться у своих экранов, у своих компьютеров раз в неделю, и мы будем проводить полноценный урок, запись которого вы тоже точно так же получите. Перед этим уроком вы будете задавать мне на протяжении недели, это будет как домашнее задание, вопросы. Мои помощники будут обрабатывать эти вопросы. На основании этих вопросов, внимание, будет формироваться, каждый следующий урок. То есть, тариф пробный 6 недель. 6 недель откровенности, с практической подготовкой, заполнения этих шаблонов. Каждый шаблон по буквам будет разобран не просто, что и как писать, а почему и для чего, и что принесет вам, что делать в том либо ином случае. Это что касается шаблонов. То есть, что входит? Участие в тренинге. Само собой, как я и сказал, весь тренинг в записи, каждый урок вам будет дублироваться в записи. Вы будете его получать. Шаблоны заявлений сразу, не во время начала занятий. Занятия начнутся 5 октября, а сразу по факту оплаты вы уже сможете убедиться, что это такое. Получив эти шаблоны, многие говорят, вау, уже можно без занятий начинать. Я говорю, нет, ребят, без занятий вы не сможете. Занятия обязательны. Потому что, если вы хотите получить результат, то нужно заниматься. Шаблоны вы увидите сразу и поймете, что вы не промахнулись. Чек-листы, чек-листы это инструкции еще ко всему прочему, как заполнять эти шаблоны. Но это сухие такие инструкции, они будут, скажем так, незаменимы уже потом в процессе, когда вы будете работать. Ну и применив еще записи, которые у вас останутся навсегда в наших мастер-классах, вы сможете сформировать себе устойчивый буфер. Во всяком случае, вы сможете провести досудебку в большей степени самостоятельно, а потом уже обратившись к нам за юридической помощью, уже на этапе судебных разбирательств, я подчеркну, на мастер-классе мы не учим, как ходить в суд. Не учим и учить не будем. Это обман будет. Научить простого человека, не имеющего, не знающего основ юриспруденции, как себя вести в суде, нереально. Это будет сколканный такой неосознанный какой-то комок знаний, да, и в результате вы только разочаруетесь. Так вот, досудебку пожалуйста. В суде может быть все что угодно, поэтому самостоятельно вы там не справитесь. Ну если, конечно, вы не уникальный человек. Ну есть люди, не буду скрывать, садятся, разбираются. Я знаю людей без юридического образования, которые прошли и Рим, и Крым сами. Но я не верю тем людям, кто обещает научить в суде. Нет, сложно. Очень разные стечения обстоятельств бывают. Так вот, досудебку вы сможете пройти, в итоге сэкономить значительные средства, потом обратиться к нам уже на этапе судебных разбирательств, и мы уже понимаете, да, подхватим вашу сделанную работу, посмотрим где-то, может, что-то поправим немножечко, но вы экономите значительные средства. А заплатив один раз 3150 рублей. Далее. Сразу хочу сказать, что сейчас вот эти цены, да, это со скидкой, да, то есть если вы сейчас прям оплачиваете, то вы можете прям через сайт это все оплатить, нажимаете купить со скидкой, выходит форма оплаты, пишите свой имейл, имя, и уже по факту оплаты вам сразу же приходят эти шаблоны, вы почту свою проверяете, там спам загляните, бывает спам улетает, ну, редко, но бывает. Ну, по факту оплаты через сайт вы уже сегодня, через 2-3 минуты после оплаты получите эти шаблоны и сможете убедиться. Для кого кнопка забронировать? Вы сейчас послушайте всю презентацию и потом воспользуетесь кнопкой забронировать. В двух словах это для тех, кто не может заплатить банковским каким-то инструментом, там нет карт, нет еще, и может быть какие-то вопросы остались, да, тогда нужно будет забронировать, нажать тоже, ввести корректную информацию о себе, имя, эмейл правильный, номер телефона обязательно, подтвердить это все и вам перезвонят в течение там суток, двое, ну, быстро, постараемся в течение следующих суток вам перезвонить, и все обсудить, потому что не каждый может через сайт оплатить, не каждый может, там, у кого-то сейчас деньги есть, смотрите, мастер-класс начнется 5 октября, вот до 5 октября можно оплатить, но скидка действует, друзья мои, вот пока есть таймер, еще 2 часа 11 минут, далее 10% теряется и скидка уже перестает действовать, будет другая сумма, не 7500, как написано, а на 10% подороже от 3150 рублей. Для тех, кто сейчас забронирует, скидка тоже не действует, то есть, еще раз, скидка действует для тех, кто вот сейчас, пока длится вебинар, произведет оплату через сайт, и все, больше не действует, далее только через, естественно, альтернативные способы вы забронируете, и вам идет на почту вот эти альтернативные способы, плюс ко всему, вам обязательно позвонят, и вы поговорите с нашими сотрудниками, зададите мне необходимые вопросы, и, конечно же, уже примите окончательное решение. Переходим к тарифу специальный, что это такое? Вот тут уже начинается заработок, здесь работа. Что входит в тариф специальный? Естественно, участие в тренинге, то есть, вы проходите тариф пробный в любом случае, заплатив 8999 рублей, это со скидкой сейчас, вы проходите тариф пробный, естественно, он входит, как идет само собой к вам, потому что тариф пробный, он обязателен, он необходим, это, скажем так, это переворот, происходит с людьми, со многими, с большинством студентов, добростовестно приходят на занятия, такая метамархоза, люди вообще говорят, теперь вообще другая жизнь, вообще про эти банки теперь, ну, кроме как с улыбкой говорить не могу, а до этого там слезы, истерика, плакали, кричали, мышья глотали и все такое, сейчас без иронии говорю, люди травятся, вешаются, и вы это знаете. Понимаете, в чем дело? И вот уже на тарифе специальный, те, кто пойдет и купит тариф специальный, мы с вами также в общей массе пройдем тариф пробный, потом люди, кто оплатил только лишь тариф пробный, отсеятся, останутся люди, допустим, тариф специальный, тариф свой офис. Так вот, на тарифе специальный вы уже будете понимать, уверены будете в том, что все это работает, и мы вас аккредитуем как партнеров, он на первом этапе как стажеров, и где заработок, спросите вы, что такое заработок, мы вам это расскажем, в двух словах. Вот вы слышали стоимость наших услуг, 4150 рублей, 6800 рублей в месяц, да, 8000-11000 рублей. Так вот, наши партнеры имеют право, привлекая клиентов, а тут вы понимаете, что привлекать клиентов здесь легко и просто, это остро востребованный продукт. Каждый, там, если вы стоите 100 человек, 90 это ваши потенциальные клиенты, если нужно просто правильно поговорить. Вот и все. Так вот, а многие из вас уже понимают, что могут сейчас легко и просто вытащить большое количество людей. Напишите в чате, кому не лень, кто вот сейчас может какое-то количество людей просто хотя бы заинтересовать, начать с ними разговаривать. Не 100% затащить, я вас предупрежу, убедить прям, чтобы заключили договор, не так легко. Но на тарифе, кстати говоря, свой офис, я это рассказываю, буду, и, знаете, действует принцип, как лекало, услышал, применил, получил результат, проверено. Если ничего не делать, ничего не получится. А вот если делать так, как мы говорим, идет результат конкретный. Итак, кто из вас, ребят, в чате понимает, что какое количество вас, ну, примерно он может сейчас подтянуть? Хотя бы заинтересовать. Пускай не заключит договор. А сколько вы можете, ну, скажем так, примерно сейчас, вот думаете, что людям действительно нужна эта помощь? Напишите в чате. Сколько бы вы ни написали, я вам гарантирую, что если вы будете предпринимать те моменты, о которых я сейчас, ну, я буду рассказывать на мастер-классе, ну, так, вот у меня есть, я всегда привожу в пример такие крайние моменты. У меня есть бабушка в Кингисепе, ей 63 года. Она прошла тариф специальный, тогда он стоил дороже, мы сейчас, он тогда у нас, по-моему, тариф специальный, что-то под 40 тысяч стоил. Я не знаю, где на эти деньги взяла. Но она сейчас между делом 8-10 клиентов нам. 8-10 клиентов ежемесячно. При том, при всем, тариф специальный, мы там не упираемся сильно, много не рассказываем, как вести клиентов. Это все на тарифе свой офис. А вот на тарифе специальный просто показываем, рассказываем, инструменты кое-какие показываем, аккредитовываем вас, то есть мы действительно же не можем в никуда дать. Вы же будете нашим представителем, вы будете работать, вы легко будете себя позиционировать, как представители компании Алиам, и вам не нужно юридически быть грамотным. Дело в том, что ваша задача только лишь заключить договор. Далее вы клиента не ведете. Это очень важно. Вы его передаете с потрохами нам. Мы его подхватываем, мы все делаем далее. Сделано все так для того, чтобы вы были сосредоточены на поиске клиентов и не отвлекались на рутину, на сопровождение клиентов. Я не спорю. Сарафанное радио никто не отменял, и доброе отношение с клиентами поддерживать есть смысл. Мы все сделаем изо всех сил, чтобы клиенты к вам с удовольствием обращались, вспоминали о вас и так далее. Что происходит? Вот вы отдали нам клиента, получили вознаграждение. Какое вознаграждение? Очень просто. На этапе стажерства первых пять клиентов, это, у нас существует два типа вознаграждения. Выбирайте вы сами. У нас все максимально справедливо. Есть, мы франшизы не продаем, Алексей, нам это неинтересно. Вот. Значит, что вы делаете? Взяли клиента. Предположим, он у вас, у нас средний чек 10 тысяч. То есть, вот я вам назвал цифры средним, у нас получается большинство, вот это четвертый пакет, 10 тысяч, да, средний чек. Он один стоит, если взять средний арифметический, у нас средний чек 10 тысяч. Вот берем клиента, вы его взяли, рассказали, он заключил договор, все, ваша работа закончилась, мы передали документы, мы вас всему этому научим, как формировать документальный ряд, пакет документов договорных. Вот. После этого вы сразу же, не то что ждете от нас вознаграждения, вы нам деньги, вам клиент передает деньги за первый месяц обслуживания, вы выбираете тип один, если вы выбираете, либо тип два, вот так тип один, это сразу получение полностью вознаграждения за первый месяц обслуживания. Это 80% вы сразу оставляете у себя. На этапе стажерства первых пять клиентов 50%, потому что мы там будем очень много работы за вас делать вместе с вами, и тут 50%. Как сделали первых пять клиентов, это обычно первые 2-3 недели, а то и на этапе мастер-класса это происходит у людей, они окупают свои вот эти вложения, еще пока мастер-класс длится, они уже начинают там клиентов подводить. Мы даже притормаживаем, человек еще пробный проходит, и говорят, у меня уже клиенты есть, мы ему говорим, да подождет, пускай твой клиент. Да, кстати говоря, многие из вас уже сейчас до начала мастер-класса начнут нас одолевать, у меня есть клиенты. Мы их не возьмем, этих клиентов от вас. Пока что вы не начнете учиться, хотя бы начните учиться. Так вот, первые пять клиентов это этап стажерства, тогда вы будете получать 50%. Уже начиная с шестого клиента, вы будете получать 80% от заключенного договора. Это тип 1. И тип 2, это когда на каждой, по каждой оплате, то есть вот каждый следующий месяц он оплачивает, и вы получаете 20% с каждой оплаты. Ни 2, ни 5, 20%. На этапе стажерства 10, а уже этап это полноценное партнерство, 5 клиентов вы пройдете, первых, уже 20%. Вы сами для себя выбираете, либо это будет тип 1, когда вы сразу единовременно получаете 80%, либо тип 2, когда вы получаете по 20% ежемесячно. Сами выбирайте, совершенно по справедливости. Потому что, ну, так вот мы к ситуации относимся. Это ваше дело. Нет, это никакая не пирамида. Где вы тут признаки пирамиды разлетели, я не пойму. Это просто конкретная работа, настроенная на то, чтобы охватить больше, как можно больше количества клиентов. Поверьте, у нас работают юристы, большущий штат юристов, и мы справимся с любым количеством, с любым потоком. Вот сейчас мы уже штат увеличили, проверенные у нас люди работают. В этой связи мы открываем занятия по мастер-классу и приглашаем вас. Вот. Тариф специальный. Он подразумевает заработок. То есть вы будете аккредитованным сотрудником для самостоятельной работы. Сейчас вы можете приобрести за 8999 с сайта. Либо забронировать и уже оплатить альтернативным способом, но там уже цена будет 9 тысяч с копейками. Не помню сейчас точно. Ну и тариф в свой офис. Ну и не знаю, что вы можете найти в интернете круче этого. Здесь название само за себя отвечает. То есть это в буквальном смысле у вас яркие перспективы открыть собственный бизнес полноценный, с четким кураторством пожизненным. Вот мы раньше проводили много опытов, экспериментов, смотрели, как эффективнее наши клиенты, наши студенты будут работать. В итоге усложнили мне задачу, но, скажем так, упростили работу и увеличили поток заключенных договоров. Вот смотрите, участие в тренинге, понятное дело, на тарифе свой офис. Весь тренинг записи. Будете также получать, да, с учетом пробного, специального, чек-листы, вот эти же шаблоны, это само собой вы получите. Вот этот вип-каст, вип, кто не понимает, это для привилегированный вип-каст. Ну, аккредитация, понятно, да, все это в рамках тарифа специально вы пройдете, понятно, потому что это в комплексе идет. Вот. И дальше пошло уже, скажем так, привилегии. Получение собственного личного статуса региональный партнер. То есть здесь вы проходите этап, вы уже стажером не будете. То есть здесь вы сразу получаете статус регионального партнера без всяких стажировок. Я имею в виду, ну, усеченные оплаты по стажировке, да, то есть сразу с первого же клиента вы получаете 80% прибыли по типу 1, либо 20% по типу 2. Обучение работы с клиентами. Здесь мы будем рассказывать, тот самый принцип лекала. Взял, применил, получил результат. Если так сделаете, как мы делаем, мы вам гарантированно заявляем, у вас будут результаты. Гарантированно заявляем, что у вас пойдут клиенты. Потому что это проверено. Полное пожизненное сопровождение, без всякого пафоса. Более того, я сам лично буду вести тех, кто записался на тариф свой офис, оплатил его. Потому что я заинтересован в качественном партнерстве. А вот пожизненно, это просто я сам с вас не следую. Если вы мне поведете клиентов, мало того, что у нас постоянно действуют некие, так называемые, бонус-старты. Знаете, вот есть у нас турбо-старт, так называемый. Человек начинает работать, и отчет начинается с первого его клиента. Если он в течение, по-моему, сейчас не помню, 60 дней, а это очень легко сделает 15 плюс, 15 клиентов из каждого, и в чем-то у него, как говорится, 16-й, сразу идет там вознаграждение. По-моему, я не помню сейчас, но что-то там 1030, по-моему, сразу мы на счет ему переводим. Эти моменты мы стимулируем партнеров изо всех сил, чтобы вы работали, чтобы вели клиентов. И много-много, вот на Новый год вывозим в теплые страны, ну, там нужно тоже постараться, там, это уже для держателей офисов. Ребята, кто у нас есть, кто открывает собственные офисы. И мы, полное пожизненное сопровождение, здесь вот, если вы открываете офисы и делаете регулярно, каждый месяц 15+, мы берем на себя аренду офисов ваших, субсидирование заработной платы, расходников, там, если отдельно договариваются, обговариваются, но одним словом, свой офис, тариф называется, это не больше, не меньше, как бы это круто не звучало, это вы можете изменить весь свой образ жизни, а мы вам поможем. И стоит это на данном этапе, вот сейчас, пока что 20699. Вот если с сайта оплачивать. Сразу же получите эти самые шаблоны, пройдете тариф пробный, перевернется он все в голове в нужную сторону, и начнем работать с вами, начнем работать, работать, работать. Вот. И доведем вас, я лично буду каждого вести, если я почувствую, я увижу, что вам это нужно, потому что бывает так, заплатил тариф в свой офис и сидит, говорите мне, где что делать, да я буду говорить, я буду рассказывать, я буду прям носом тыкать, но нужно хотя бы, как говорится, знаете, если хочешь выиграть лотерею, хотя бы сходи купить лотерейный билет, то есть, от вас надо будет просто хотя бы выполнять инструкции. При введении к стабильному заработку от 80 тысяч, я сделаю все, вам нужно просто выполнять инструкции какие-то, ничего сложного, нет, все совершенно победимо, так, как могли делать другие, так и вы сможете сделать. И еще раз говорю, гарантированно вы получите полностью, изменится ваше мировосприятие, да, это уже на тарифе пробный произойдет, ну и само собой, в самой ближайшей перспективе вы сможете совершенно комфортно, официально представлять интересы очень крупной организации юридической у себя в регионе, где бы вы ни были. Не думайте, пожалуйста, о конкуренции, не говорите мне, пожалуйста, я живу в маленьком городке и так далее. Вы посмотрите, что банки творят, они ставят свои офисы где угодно, на станционных разъездах и везде тюхают эти кредиты. Так вот, пока банки существуют, у нас с вами будет работа. Я сейчас обращаюсь к тем, кто хочет со мной сотрудничать. Если вам это не нужно, ради бога, ребят, я буду вас видеть, рад вас видеть в числе наших клиентов. Как я сказал, через сайт Толиан, пожалуйста, регистрируйтесь за юридической защитой, за консультацией, за бесплатной, либо на электроночку нам пишите 946-78-36-собака-mail.ru Каждый первый в кредитах, я вам говорю, здесь непаханное поле. И огромное преимущество, что мы эксплуатируем формат вот этого заочного оттуда производства, не имеет значения, где человек находится. Вы можете жить где угодно, быть где угодно. Вы мне просто скажете, когда вы будете на тарифе свой офис, я вам скажу алгоритм действий. Если вы хотите вживую с людьми работать, я вам расскажу, какие способы рекламы работают, какие не работают, куда не нужно вкладывать деньги, проверены и мной, и моими партнерами. Если вы хотите жить где-нибудь у моря в Таиланде и работать через интернет, я вас этому научу. Пожалуйста. Сейчас у меня огромная аудитория, и я совершенно спокойно привлекаю клиентов. Правда, у меня не позволяет возможность в Таиланде это делать, хотя при желании я мог бы и так делать. Но у меня существует живой офис и сотрудников очень много, которые начинают, ну, требуется контроль определенный. Ну, так или иначе, мы с вас снимаем это время. То есть, ваша задача оформление договора и все. Не нужно быть юридически грамотным, но очень важно пройти тариф проробный, чтобы понимать, что это все работает, чтобы не было такого, знаете, как вот продают витаминки, там, не знаю, таблетки, а сами, не знаю, какие-то порошки, косметику, да, вот мужики продают косметику, уже часто я такой кричал. Он что, он никогда и не пользовался, максимум мог введить ее на своей жене. А вот тарифи пробный, да, даже если вы хотите тариф офис, вы, естественно, естественно, сможете пройти тариф пробный, это входит в комплекс, обязательно, скажу я вам так, и вы, естественно, у вас все перевернется в голове. Вы будете понимать, что это работает, это работает, ну, не знаю, наверняка вы не пожалеете, наверняка, потому что это, ну, по мне так, лучшие инвестиции, которые вы можете сейчас делать, причем это не такие большие деньги, а за то, что вы получите. Итак, вот сейчас уже меньше двух часов осталось, чтобы воспользоваться скидкой, потом эта кнопочка пропадет, и уже скидкой вы не воспользуетесь. Все-таки, 5 октября начинается мастер-класс, да, то есть вот до 5 октября вы можете забронировать и оплатить, можете вплоть до 5 октября, забронируете, вам позвонят, все расскажут, вам придет письмо, где способы альтернативной оплаты, не обязательно через сайт, можно через Сбербанк оплатить, можно через Киви, можно через Яндекс, по факту оплаты сразу же вам придет на почту письмо, где уже эти шаблоны будут и так далее и тому подобное. Пошли мы на встречу для тех, кто хочет обучаться на тарифе специально и на тарифе свой офис, на тариф пробный это не распространяется, можно в рассрочку их заплатить любое количество заходов, но первый взнос должен быть не менее 50%. На тариф пробный это не распространяется, тариф пробный оплачивается целиком и сразу, тариф специальный, тариф свой офис, можно забронировать место и договориться с сотрудником, с нашим, который вам позвонит об оплате 50%. Сразу потом остальные деньги уже перед стартом тарифа вашего выбранного вы доплачиваете. понимаете, да, ситуацию, это пожалуйста. Можно в принципе поэтапно докупать, но я не гарантирую, что тариф свой офис через 2 недели не подорожает до 42 тысяч. Не гарантирую. У нас финансовое дело этим занимается, поэтому все может быть. То есть сейчас вы имеете вот такую возможность, вы можете сейчас купить тариф пробный, позаниматься, прийти к тарифу специальный, доплатить, не оплатить много, а разницу от 3 тысяч 150 рублей, доплатить до 8, ну там стоимость и скидки будет, да, и точно так же потом докупить тариф свой офис. Но неизвестно, сколько будет к тому времени стоить тариф специальный. Потому что мы сейчас будем регулярно набирать новые потоки по мастер-классу и цены будут расти и уже следующий мастер-класс вероятнее всего будет дороже. Уже через полтора месяца у других участников вот такого вебинара будет возможность пойти на мастер-класс, но это будет уже дороже. Это обычный маркетинг, ничего, естественно, плохого в этом я не вижу. Я сразу вам говорю, все, кто живет на белом свете, заинтересованы в первую очередь в деньгах, но мы не просто продаем вам какую-то болванку пустую, мы вас научим зарабатывать. На чем зарабатывать, вы уже поняли. Это, еще раз говорю, очевидно, островостребованный продукт, очень нужный людям и здесь даже и доказывать-то нечего. Доказывать нечего. Вот бабушка, да, я что-то заболтался про бабушку, в Кингисеппе есть, в Ленинградской области город Кингисеппе, далеко от столицы в Кингисеппе из Эстонии. 63 года она делает 8-10 клиентов, в этом Кингисеппе, там несколько тысяч, там, не знаю, сколько там населения, регулярно 8-10 клиентов, 8-10 клиентов. На Новый год, вот был Новый год, она говорит, я впервые в жизни уехала за границу, съездила куда-то там, она в Прагу, что-то посетила. Я говорю, ну, вот так бывает тоже, паспорт, говорит, пришлось делать это в Заграничной. Вот, понимаете? Ситуация какая интересная. А я не знаю, где она берет клиентов, сидит, наверное, там на лавочке, с кем-то болтает, и вот у нее клиенты выползают. У кого-то, у кого-то, у кого-то, кто-то там сильно внуков подтягивает. Ну, так или иначе, под лежачий, как говорится, камень вода не течет, поэтому сразу говорю, для тех, кто привык к халяве, лучше проходите мимо, халявы не будет, на мастер-классе нужно быть готовым к тому, что будет переворот в голове, нужно быть сосредоточенным, нужно работать, будет над собой, в первую очередь, никакого физического труда или там зубрить, что-то мы вас там заставлять не будем, вы просто будете в расслабленном состоянии, находиться на уроках, неделя у вас будет все это обдумать, посмотреть запись и дать нам новые вопросы. Каждый следующий урок будет сформирован на тех вопросах, которые вы нам дадите. И вот тут мы будем стараться все, ни одного вопроса не пропустить, каждый, даже уж, извините, глупые вопросы будем комментировать. Вот здесь вы имеете шикарную возможность разобраться досконально, не в формате вот даже нашего интенсива, хотя у нас еще с вами два полноценных занятия, вот вебинара, совершенно бесплатные, будет завтра и послезавтра. А там будет конкретно точечная работа. Понимаете, чем это отличается от нашего вебинара. Поэтому, пожалуйста, приобретайте, пробуйте, делайте шаги к себе навстречу, учитесь зарабатывать, меняйте мировоззрение. И я сейчас на завершении нашего сегодняшнего, значит, нашей сегодняшней встречи попрошу вас об одной вещи. Вспомните, посчитайте к завтрашнему дню у вас на бумажках, сколько вы брали кредит и за какую сумму расписались. То есть, что написано, ну, давайте возьмем это как такое неформальное домашнее задание. Завтра начнем мы нашу встречу с того, что я попрошу вас в чате выложить эту цифру. Можете даже перед началом эфира написать. Две цифры. Первая цифра. Сколько вы, за какую сумму вы расписались, ну, грубо скажем, 100 тысяч, а какую получили на руки. Пропорция примерно должна быть такая. 100 взял, за 100 расписался, 90 на руки получил. Либо там, ну, разный, миллион, 900, ну, разные у всех будут разницы. Простите за каламбур, разные разницы. Нормально получилось. Вы понимаете, к следующему дню, к завтрашнему, к 7 часам, вам также придет на почту ссылочка, уже другая, по этой ссылке заходить не надо будет, придет другая ссылка к вам на почту, другая вебинарная комната, мы постараемся без накладок сегодня, ну, и завтра провести вебинар, потому что, ну, уже понимаем, что произошло. регистрируйтесь, оплачивайте, кто хочет сразу воспользоваться ссылкой. У кого есть какие-то непонимания, бронируйте курсы, с вами свяжутся, завтра, после завтра, ну, понимаете, в порядке очереди, кто быстрее это сделает, кто быстрее шансы имеет. Пишите корректные номера телефона, пожалуйста, берите трубки, я вам еще раз в чате скидываю номера, с которых будут звонить. Для тех, кто забронирует, сразу же проверьте, там, через минут пять почту, вам придет письмо, где будут написаны способы альтернативной оплаты и номера телефонов, с которых вам будут звонить. Тех из вас, ребят, кто будет заказывать юридическую защиту, просто запишите себе, скопируйте, запишите и в контакт себе вбейте. Юристы, кредитные юристы, вот с этих телефонов вам будут поступать звонки, с этих двух телефонов. Пожалуйста, берите трубку, если хотите изменить свою жизнь в лучшую сторону, категорически. Я надеюсь, что многие из вас уже сегодня получили кое-что интересное, необходимое. Да, спасибо. На сегодня заканчиваем, не прощаемся, дорогие мои, завтра в 19.00 мы с вами встречаемся. Все, кому еще интересно, будем говорить, как вернуть страховку, будем разбирать, как устроена работа банков, что они могут делать, что не могут делать. Будем разговаривать, ребята, очень интересно, как проходят судебные тяжбы, что нужно судье от вас, что нужно судебному приставу, не кратенько, а так емко будем об этом разговаривать. Вот эти все моменты, пожалуйста, готовьтесь, будет тоже интересно. Завтра я вас всех жду, передайте друзьям эти ссылки, которые вам придут на почту завтра, приводите друзей, пускай с вами вместе около компьютеров сидят, как угодно, пускай за своими компьютерами сидят, надо слушать. Запись будет в течение двух суток, мы будем каждого следовать. Сегодняшний вебинар в течение двух суток мы вам скинем записи, подредактируем чуть-чуть, там вот эти косички поубираем, которые были, и скинем вам эти все записи. Все это у вас будет в виде сайта, сайтики такие, будут запись вебинара. Пожалуйста, смотрите, передавайте друзьям, не отчаивайтесь, то, что с вами происходит, то, что вы себе придумали, это очень далеко от истины, но на самом деле все намного проще и спокойнее. Итак, я желаю вам счастья, с вами был кредитный юрист, зовут меня Познецов Дмитрий, компания Аля, счастья вам, вашим близким, здоровья и финансового благополучия. До свидания, до завтра. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok